Здравствуйте, я Кеннет Копланд, это передача «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим Тебя сегодня, и мы приглашаем Тебя от всего нашего сердца проявлять себя среди нас. Да, Господь. Любым способом, который Ты запланировал. Все, что Тебя удовлетворяет. Для нас это чудесно. И мы просто прославляем Тебя. И благодарим Тебя за имя Иисуса. И за это величественное Слово. Спасибо, Отец. И мы прославляем Тебя и благодарим Тебя сегодня, и воздаем всю славу имени Иисуса. Аллилуйя. Джесси, как дела? Прошлая неделя удалась, не так? Да, я чудесно провел время. Столько всего произошло. Да. Если бы можно было отодвинуть завесу и увидеть весь духовный спектр, вы бы увидели все. Вы бы увидели несметное число злых существ, которые действуют по всей земле, побуждая людей, обращаясь к их мышлению, поднебесных духов злобы, которых мы видели в книге Даниила. Верно. О которых говорил Даниил. И он говорил о том, что эти духи побуждают лидеров стран и народов. А там он говорил о царе Тирском и о князе Тирском. Царем Тира являлся Тиром. А князь Тира считал, что он царь. И все такое. Вы бы увидели все, что происходит. Но то, чего вы не увидели тогда, существует намного, намного, намного больше ангелов Божьих. Верно. И у ангелов Божьих возникает проблема. Дело в том, что у каждого человеческого существа на этой земле есть ангел. Иисус так сказал. А у тех из нас, кто принадлежит к числу воинов армии Господа, больше одного ангела. Особенно в служениях, таких как это, и твое служение, у пасторов и служителей, на них работает много ангелов. Посылаем. Много всего происходит. Писание говорит, они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Верно. И в чем проблема в ангельской сфере, так это то, что в большинстве мест ангелы Божьи не могут действовать достаточно свободно. Да. Это трагично, и я признаю, что это из-за того, что говорят люди, насколько плотское у них мышление. Они говорят плотские вещи, не зная ничего лучшего. Но существуют также и другие люди, которые знают лучше, но все равно ведут себя таким образом. И это трагично. Потому что таким образом вы даете место дьяволу, и он приходит. И тогда ваш ангел, которого послал Бог, немного может сделать. И дело не в том, что он полностью беспомощен, но все равно. Вот что посетило меня, когда мы начали передачу. Да. Вы можете увидеть все, что происходит. Вы бы увидели несметное количество ангелов. Да, я верю в это. Которые действуют, все устраивают, все уже готово, все приготовлено. И в духовной сфере это очень массивно, мощно. И они готовятся, они действуют, и это уже переходит на континент Африки, и там происходят абсолютно феноменальные чудеса. В Библии сказано, что ангелов целая тьма. Их тьма. И сатана забрал одну треть. То есть на каждого демона получается по два ангела. По крайней мере. По крайней мере. Понимаете? Да. Не знаю, замечали ли вы это, когда помазание становится, как мы его называем, тяжелым. Бывали случаи, не знаю, бывало ли это с тобой? Я переживал это. Когда дары Духа текли через меня, возможно, даже не на одной конференции верующих. Я был на сцене, и я уже готовился сойти вниз. Я буквально чувствовал, как что-то проскочило мимо меня. Я ничего не видел, но я чувствовал, как будто бы… И иногда я делал вот так. Я думал, возможно, кто-то прошел мимо. Кто знает. Я действительно верю, что ангелы готовы. Они ждут приказания, когда прозвучит Слово Божие, выступать и исполнять его. Да. Иногда я чувствовал это физически. Со мной это бывало, и это бывало физически. Я действительно мог физически чувствовать, как будто бы кто-то прошел мимо меня. Есть люди, которые говорят, что ангелы нереальны. Они очень реальны. И в Библии сказано, что вы оказываете им гостеприимство. Советую поверить, что они реальны. И люди не осознают, что ангелы слышат каждое плохое слово, которое вы произносите. И они слышат каждое доброе слово, которое вы произносите. Они не могут действовать, если им не разрешают. Да. И они не эмоциональны, как люди. Они созданы Богом, который есть любовь, поэтому они являются существами, созданными любовью. И Бог сказал Моисею, «Я поставлю здесь ангела». Не раздражайте его, потому что он не простит вам. Он не может. Это не вложено в него. Это не его задание. Один мужчина свидетельствовал, что он проснулся посреди ночи, и у него были проблемы с сердцем. Он верил Богу о своем исцелении. Он проснулся посреди ночи и увидел стоящего рядом ангела. Он держал свою руку на его груди. Тот мужчина проснулся, и ангел сказал, «Засыпай снова, все хорошо». И когда он проснулся на следующее утро, у него было новое сердце. Но поймите, мы раздражаем наших ангелов словами, которые мы говорим. Такими глупыми, шутками. «О, я напугался до смерти». Каждый раз, когда мы планируем поездку, дети болеют. И тому подобными словами. И эти ангелы стоят рядом и говорят, «Зачем они говорят таким образом?» «Мы же здесь, чтобы помогать». «Да что с ними не так?» Напомни мне до конца этой недели. Хорошо. Я покажу вам одну фотографию. Я показывал ее вчера вечером Джесси. Я был в Нигерии, в городе Лагос, в церкви Ханаанская земля, епископ Дэвид Оедепо. Их церковь вмещает 50 тысяч человек. Они проводят пять воскресных служений. И вот что произошло сразу после моего отъезда. Это было в мае и июне. Епископ приехал сюда несколько дней тому назад и показал мне вот это. Он был в Вашингтоне, гостил у своих детей. И один из пасторов его церкви несколько лет тому назад, там в Нигерии, был ранен пулей, которая пробила его локтевой сустав. И точно так же, как делают замену колена или бедра, ему заменили локоть. Ему заменили локоть. Это был стальной сустав. Ставили кусок стали. Из одного цельного куска стали, который шел таким образом, и они сгибают его посередине, а сустав вот здесь. И здесь у Вас кусок стали. Кусок стали входит в кость, с двух сторон. И он мог сгибать его. С первого же дня он чувствовал боль. Очень сильную боль все время. Он постоянно жил с ней. И Господь сказал ему, он молился, верил Богу, и сразу после нашего служения в его церковь туда пришло 138 тысяч человек. Конечно же, церковь выросла еще больше. Им пришлось добавить еще одно служение в воскресенье. Итак, тот человек страдал от сильной боли. И Господь сказал ему, я собираюсь сделать что-то для тебя. Я ценю то, как ты служишь мне и помогаешь мне. Поэтому я хочу сделать что-то для тебя. И однажды утром тот пастор проснулся и ничего не почувствовал, то есть не было боли. Он ничего не понял, и не было никакого следа крови на кровати. А тот металлический сустав просто лежал рядом с ним на кровати. У него стоял совсем новый локтевой сустав. Бог дал ему новый локтевой сустав, и не было ни одного шрама на руке. Видите? Да. Это работа ангелов Божьих. И, конечно же, Дух Божий стоит за этим. Да, но ангелы — слуги, которые исполняют это. Верно. Ангелы — это служебные духи, которые делают работу. И это было оставлено как свидетельство работы, которую совершил ангел, пока человек спал. Он лежал рядом, этот сустав. Ты показывал мне эту фотографию вчера вечером. Ты можешь это доказать, потому что на этом суставе есть серийный номер. На стальном суставе. Здесь серийный номер доктора, идентификационный номер этого мужчины, дата, когда была произведена операция и всё такое. Всё это здесь есть, на этом металлическом суставе. Это потрясающе. И что меня поражает, когда брат Кеннетт показал мне это вчера, когда делают такие операции, кость нарастает вокруг сустава. Точно так же, как вам ставят имплантант. Да. Верно. Зубы. Да. Они вставляют туда искусственную кость, чтобы она послужила основой. Верно. И чтобы кость могла нарасти вокруг. Я увидел это на этом суставе. С одной стороны, была искусственная кость, и можно было увидеть форму этой кости, но с другой стороны, была зазубренная кость. Просто удивительно. И вот к чему я всё удивил. Это удивительно. Если это зажжёт вас какую-то веру, и вы возьмёте забитование Слова Божьего, и вы начнёте применять своё исповедание Слова Божьего, Слава Богу. Обратитесь к первой главе послания к евреям, где сказано, что все они суть служебной духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. И храните свои уста в порядке. Аминь. Пусть Слово Божье будет в ваших устах. Вы стоите перед своим первосвященником, который прошёл небеса. Иисус, Сын Божий. Твёрдо держитесь исповедания. Когда вы поступаете таким образом, эти ангелы исполняют свою работу. С вами, со мной, с Джесси. Происходило много всего разного. И с любым другим человеком веры на земле. Верно. О котором вы даже не знаете. Возможно, вы даже не подозревали, что избегали опасности в каких-то местах. Верно. Возможно, вы даже не знали об этом. И мне нравится, что Господь сказал ему, «Я совершу что-то для тебя». И я чувствую очень сильно в своём духе, что кто-то, этот человек страдал от боли, и Господь не получал удовольствия от страдания этого человека. Благодарение Богу, что врачи смогли сделать ему операцию. Да. Благодарение Богу, что врачи смогли поставить ему этот сустав. И он мог использовать свой локоть. Но это вызывало боль. И Господь сказал, «Я совершу что-то для тебя». Я чувствую в духе, что, возможно, вы страдаете от боли. И знаете, Господь хочет сделать что-то для вас. Если он совершил это для одного человека, если он совершил это... Я вам обязательно покажу эту фотографию. У брата Копланда есть фотография, и она доказательство. Я хочу сказать, если вы чувствуете физическую боль, Бог не хочет, чтобы вы страдали. Люди говорят, Бог навёл на них это, чтобы они научились чему-то. Ведь это неправильно по самой природе. Дух святой является учителем церкви. Да, конечно. Иисус сказал, «Когда Он придёт, Он наставит, направит на всякую истину. Он будет учить вас. Он наставит вас на всякую истину». Всякую. Вы можете обратиться к Библии и узнать всё, что знает Бог. Об этом сказал Иисус. Верно. Он сказал... Да. «Всё, что имеет Отец моё». И снова говорю вам, «Я возьму то, что у Отца, и покажу это вам». Он не написал эту Библию для себя. Он написал её для нас. Чтобы мы могли её использовать. И знаешь, это напоминает мне историю моего отца. Это произошло, когда мне было приблизительно 9 или 10 лет. Я очень сильно растянул большой палец руки. Он очень болел, и отец спросил меня, пойду ли я в церковь, когда он собирался. И не сыграю ли я там песню? А я ответил, «Папа, я еле-еле могу пошевелить этим пальцем». Он ответил, «Знаешь, ты можешь держать медиатор вот так, немного побримчать». Это была очень маленькая церковь в городке Бурас в штате Луизиана. Я никогда этого не забуду. Мы поехали туда. Церковь называлась «Скиния Маяк». И интересно, что я помню это до сих пор. Я поехал туда, играл там, и пастор этой церкви сказал, «Молодой человек». Он назвал меня молодым человеком, а я был ещё ребёнком. Он сказал, «Спасибо за то, что ты приехал сыграть для нас». Я ответил, «Я не мог играть очень громко, потому что у меня травмирован палец». И брат Копланд, это был первый случай в моей жизни, когда Бог коснулся меня, и я был ещё язычником, даже в детстве. Я ничего не знал о Боге. Но мой отец попросил меня это сделать, и я сделал. Он положил свою руку на мой палец, вот так и сказал, «Отец, истиле этого молодого человека во имя Иисуса». И он убрал свою руку. Я ничего не почувствовал, ничего не произошло. Но когда он убрал свою руку, я почувствовал, как будто бы кто-то налил тёплую воду на мою ладонь. Это прошло через моё запястье. Полностью прошло. Я посмотрел, и мой отец увидел, что происходит. Неожиданно я мог пошевелить этим пальцем, и опухоль исчезла. Конечно же, в тот вечер я играл для этой церкви, и я действительно верю, что это совершил Господь Иисус. Но этот ангел стоял там, чтобы помогать мне, потому что я даже не был верующим, я был ещё ребёнком. Но этот человек, понимаете, я даже не знал, как сомневаться. Я на самом деле не знал, как верить. Я просто исполнил то, что сказал мой отец. Он попросил меня это сделать. Это впервые в моей жизни. Бог коснулся меня. И начиная с того дня, просто удивительно, как я уже говорил раньше, я чувствую, как будто бы что-то проходит мимо меня. Со мной это происходит на физическом уровне. Я имею в виду физически. Люди спрашивают, «Почему вы?» Я не знаю, почему. Я не знаю больше других. Я просто ожидаю этого, и я очень осторожен. Понимаете, мы имеем дело с ангелами. Смотрите, нужно осознавать, где я нахожусь и что я делаю. Возможно, я не осознавал этого, что обращаюсь к ангелу. Игна об этом говорит Писание. Неосознанно. И Бог не лжёт. Я действительно верю, что я много раз совершал это. И я точно знаю об одном случае. Мне нужно было проповедовать на собрании. Это было приблизительно шесть лет тому назад. Но мне нужно было поехать в центр Нового Орлеана, и я знал, что если я поеду туда, я попаду в пробку и по дороге назад в аэропорт Майзенд. Короче говоря, я спешил. Мне нужно было привезти кое-что. Я занимался одним делом со своим другом-евреем, и мне нужно было привезти ему оплату. Короче говоря, я пошёл пешком. Если вы знаете что-либо о Новом Орлеане, то вы знаете, что там есть улица Бурбон, есть улица Роял, и сразу же там идёт боковая улица. Мне кажется, она называется Бенвиль. Итак, я иду пешком, и я вижу самого безнадёжного человека, которого я только видел в своей жизни. Грязного бездомного бродягу. Я имею в виду очень грязного. Он посмотрел на меня и сказал, я помню его глаза, как будто бы это произошло вчера. Он спросил, вы могли бы помочь мне? Я ответил, сэр, я помогу вам через минуту. Просто сейчас мне очень быстро нужно добраться в одно место. Сейчас у меня нет времени, но я помогу вам. Я прошёл мимо него. Когда я прошёл мимо, я завернул за угол. И там за углом был ресторан Мистер Аби. Мне очень нравится там бывать. Я завернул за угол и почувствовал укор совести. И я подумал, ведь нет ничего более важного, чем помочь кому-то. Брат Коплан, я использую Библию. Вот здесь улица Бенвиль, здесь улица Роял, Бурбон. Было невозможно, чтобы этот человек пришёл оттуда сюда. Там нет места, чтобы спрятаться. Я остановился, развернулся и пошёл обратно. Это было дело пяти секунд. О, Господь, сколько нужно времени, чтобы остановиться, взять деньги в руку и дать этому человеку, чтобы помочь ему, потому что он выглядел голодным. Я вернулся назад, и его там уже не было. И я подумал, «О, Иисус!» И Господь обратился ко мне, и он сказал, «Это был ангел. Никогда не спеши настолько, чтобы не узнать, кто я и кого я посылаю, чтобы помочь тебе. Я послал его помочь тебе, но в твоём представлении ты должен был помочь ему». Понимаете, что я говорю? И в дальнейшем я научился быть очень чувствительным и очень внимательным в этом. Это дослаждало меня несколько дней. И я попросил Господа простить меня. Я сказал, «Я должен бы помочь этому человеку, и я мог это сделать. Всего лишь 20 долларов могли бы помочь ему». Но знаете что? Это был ангел Господень, который проверял, буду ли я достаточно сострадательным, чтобы быть благословением для кого-то в нужное время. И я не говорю о мошенниках, которые хотят обобрать вас. Я говорю о том, кто действительно нуждается в чём-то. До сегодняшнего дня на протяжении года я часто задумывался об этом. И я говорил, «Господь, я не буду найден в нужде». Возможно, это звучит неправильно стилистически, но я не пропущу такой возможности снова. Я очень хорошо осознаю это, потому что я действительно думаю, что в тот день я пропустил Бога. Уверяю вас, я не послушался Господа. Мне нужно было это сделать, но этот ангел пропал. Это был ангел, которого послал Господь, чтобы проверить, буду ли я помогать. Иногда мы становимся слишком занятыми в жизни и не осознаём, сколько силы мы имеем в себе. Христос нас, надежда славы, и Бог посылает это. Ты сделала это, я никогда не забуду, ты совершил. Мы с Джерри Савеллом следовали прямо за тобой, если помнишь, в Гонолулу. Помнишь этого мальчика? Брат Коплан прошёл мимо него, и я не знаю, он шёл в магазин, что ли, потому что дело в том, чтобы помогать людям. Ресторан. Ты прошёл мимо этого ресторана, Джерри находился прямо за братом Копланом, а я шёл за Джерри. Вообще-то, мы возвращались назад в отель Хилтон в гавайской деревне. Неожиданно брат Коплан остановился, ты обернулся, помнишь это? Ты вошёл в этот ресторан, не могу вспомнить его название, небольшой ресторан со стейками, что-то такое. Ты вошёл в него, подошёл к этому человеку и сказал, «Господь сказал мне благословить вас». Не думай, что ты знал его, ты не знал этого человека. Он просто проходил мимо, смотрите. Он работал там. Он работал там. И Господь побудил тебя сделать что-то. Понимаешь, ты мог бы сказать, «Как же так?» Но этому человеку нужна была помощь. Брат Коплан засунул руку в карман и дал этому человеку деньги. «И мы уже научены, поскольку мы проповедуем вместе». Джерри сказал, «Он же не собирается получить все благословения только для себя». Я посмотрел на Джерри и я сказал, «И ты не собираешься получить все благословения для себя». И мы благословили этого человека. И я помню, слёзы выступили у него на глазах. Он отчаянно нуждался в помощи. «Что мне нравится в тебе? Ты был достаточно чувствительным, чтобы послушаться Бога, просто идя по улице. И не обязательно знать человека, чтобы быть для него благословением. Если хотите, можете с ним познакомиться, но я говорю, что это не обязательно. Я верю, что Бог направляет нас. Это началось с тебя. Он направил тебя, и когда ты сделал это, мы сразу же последовали твоему примеру. Я никогда этого не забуду. Это было много, много лет тому назад. И я думаю, этот человек тоже никогда этого не забудет. Он был настолько шокирован, что ты сделал это. Слушаю тебя и слушаю в то же время Господа. Человек, который оказался ангелом, он выглядел просто как обычный мужчина. Если бы ты просто проходил там, ты бы даже не обратил на него внимания. Если Господь сказал, «Я хочу, чтобы ты помог этому человеку», ты был настолько занят, что даже не услышал этого. Ты просто проходил мимо. Я понимаю, да. Ты проходил мимо этого. Возможно, это уже происходило с полдюжины раз. Ты даже не знал этого. Даже не знал, да. Но этот человек привлек твое внимание, потому что он выглядел ужасно. И он привлек твое внимание. В его глазах я увидел безнадежность. Да. Но ты был слишком занят, чтобы услышать Бога. Да. Ты услышал человека. Ты захотел помочь ему. Но ты все еще не слышал Бога. Да. Ты пошел дальше, и тогда ты почувствовал осуждение от Господа. Верно. Тогда Бог развернул тебя обратно, и ты вернулся. Да. Чтобы никогда не забыть этого. Я никогда не забывал этот случай. Но ты не знаешь, сколько раз ты уже упускал такую возможность. Да. И я не знаю, сколько раз я упускал Бога. И Бог исправлял меня и возвращал меня обратно. И ты говоришь, слава Богу. Очевидно, что были случаи, когда мы не слышали Бога. Конечно. И мы даже не знали этого. Мы даже не знали этого. Мы даже не услышали Бога. И Бог просто покрыл тебя своей милостью и помог тебе. Ты был достаточно близок к Нему, чтобы Он мог поработать с тобой, научить тебя и покрыть это. И мы с тобой или кто-либо другой достаточно понятливы. Верно. Чтобы услышать и принять исправление, даже не связывая это с предыдущей ситуацией. Знаешь, как Он исправил меня? Я знаю, что наше время подошло к концу. Вот что возникло в моих мыслях. Дамы и господа, Иоанна 3,16. Ибо так Бог возлюбил. Иначе говоря, я не ходил в любви, а я должен быть представителем Божьим. Понимаете? Сказано, подражайте Богу. Ты был слишком занят. Слишком занят. Слишком занят. И это очень грустно для тела Христа. Что необходимо сделать? И наше время подходит к концу. Я хочу быстро сказать это в последние несколько секунд. Нужно выйти за рамки того, что вы уже видели, знаете и слышали. Я говорил об этом раньше. Множество раз. Да. Ваши ангелы помогали вам. Бог спасал вас, когда вы даже не знали, что что-то пошло не так. И вы до сих пор не знаете этого сегодня. И мы с тобой не знаем, сколько раз мы упускали такую возможность. Но Бог пытается благословить вас сто раз в день. Да. А вы упускаете 99 возможностей. И ему пришлось включиться в эту ситуацию таким образом и сказать, ну же, Джесси. Да. Это правда. Поэтому Богу пришлось вмешаться. Да. Но это помогло мне осознать... Дальше, брат. Хорошо. Аминь. Начиная сейчас же. Хорошо. Спасибо. Знаете, когда Слово Божье горит в вас, когда вы приближаетесь к чему-то горячему... Да, как старый пророк сказал, огонь в моих костях. И он пытался умолкнуть и не мог. Он сказал, я не мог остановиться. Я расскажу вам одну вещь. Несколько дней тому назад я разговаривал с одним человеком. Я сказал, когда ты размышляешь над Словом Божьим, ты находишь в нем то, что ты должен проповедовать. И это начинает работать внутри тебя. Ты ходишь по комнате и прославляешь Бога. И ты думаешь, о, я так хочу уже дождаться 7.30, чтобы выгрузить это. Знаешь, я увидел это вчера вечером. Я провел ночь в доме брата и сестры Копланд, и к нему пришел друг. Мы все разговаривали. И я видел помазание Божье. Бог сошел на тебя, и я видел, как помазание Божье сошло на тебя в пророческом даре, а потом в учительском. И мы живем, питаемся и дышим этим. Да, мы все время живем в этой зоне. Для нас это не религия. Мы не думаем об этом, понимаете? И на прошлой неделе мы рассматривали круиз-контроль, который является врагом возрастания и приумножения. Смотрите дальше. Поскольку я путешествую по всему миру и проповедую, люди всегда спрашивают меня, особенно пастора, «Что происходит в мире?» «Что вы видите?» И тому подобное. Потому что я много путешествую и все такое. И знаете, мне неприятно признавать это. Мне хотелось бы изложить хорошую информацию. Но я вижу церковь, и во многих случаях в ней нет Бога. Я вижу представление. И я не говорю, что это неправильно. Я спрашиваю, «А где в этом Господь?» Понимаете? Я вижу структуру времени. Боже, если ты не можешь вместиться в эту структуру, тогда сегодня у нас не будет служения. Это худший вариант. Людям надоело. «Ну, продержитесь. Возможно, он проявится, а может быть и нет. Но вам нужна настоящая правда. И я не критикую вас. Я говорю правду. И я вижу жаждущих людей». Знаете, как в этих передачах о животных. Когда прилетает мама-орлица, маленькие птенцы делают вот так. Но пищи нет. Потому что люди не дают Богу время приготовить обед. И тем более они не дают времени подать его. Понимаете, о чём я? И когда Господь дал мне это послание, я понял, что люди на автопилоте. Они движутся, но больше своей силой. Они стоят на религиозном тренажёре для бега. Они бегут, но ничего не достигают. Джесси, очень легко попасть в такое положение. Да. И плыть по течению. Однажды Господу пришлось остановить меня. О! Вы просто плывёте по течению, и вы держитесь на прошлогодней проповеди. И, возможно, Господь побудит вас проповедовать то же послание снова. И в этом нет ничего неправильного. Но вам нужно оставаться в присутствии перед Ним. Удостовериться, что Он говорит вам проповедовать то же самое. Или прийти к Нему пастницей узнать, что же я должен сегодня говорить вечером. Понимаете? Как-то я спросил одного человека. Это было много лет тому назад. И я сказал, «Это Библия Дейка, не правда ли?» Он ответил, «Никакая другая Библия не сравнится с Библией Дейка». Я спросил, «А сколько вы читали Библии по сравнению с записями Дейка?» И он сник. Я спросил, «Вы купили эту Библию? Нет ничего плохого в записях Дейка. Поймите меня правильно». Да, они очень полезны. Это здорово. Но он не читал Библию. Он не читал Писание. Он читал написанное на полях. Он читал написанное на полях. И когда вы читаете написанное на полях, вы останетесь на обочине. Понимаете, что я хочу сказать? Вы на очень узкой территории. Написанное здесь сочное, вы наслаждаетесь этим. И если вы не будете осторожны, вы начнёте проповедовать то, что на полях, не обращая внимания на то, что написано на самой странице. Один мужчина подумал, что он говорит мне комплимент. Он сказал, «Знаете, брат Джесси, не могу дождаться, когда получу ваш журнал». Я сказал, «Что ж, спасибо вам». Он сказал, «Я проповедую то, что в нём написано». Я ответил, «Мне очень приятно, но когда вы читаете свою Библию?» Я сказал, «Я изучаю её для вас. Я благодарю вас за то, что вы читаете мой журнал. Спасибо». Мы читаем журнал «Победоносный голос верующего». Но что я хочу сказать, поскольку это плод, понимаешь, к чему я веду? Они только ждут. Они не пребывают в этом. Они на автопилоте. Иначе говоря, именно ты изучаешь Библию. Я никого не критикую. Я говорю правду. Ты подчёркиваешь местописание, ты получаешь откровение, а они получают журнал. И говорят, «О, классно! И нет ничего плохого в том, чтобы проповедовать чью-то проблему». Дело совсем не в этом. Вы можете проповедовать моё послание или то, что написано в моей статье. Дело не в этом. Дело в том, какое послание Бог дал вам. И один человек сказал мне, «Знаешь, если ты в церкви, сложно найти какой-то материал». Я чуть не потерял дар речи. Я знаю, что это самый неправильный способ высказаться. Я спросил, «Материал? О чём ты говоришь?» Я спросил, «Скажи мне, что ты получаешь от Бога?» И вы не можете получить от Бога, если вы на автопилоте. Вы должны встать на свои колени и встать здесь и сказать, «Господь, чего ты ожидаешь от меня?» Каждый день во время утренних молитв я говорю, «Господь, чего ты ожидаешь от меня?» Я в твоём распределении. «Да?» «Скажи мне». И тогда он сказал мне что-то очень сильное. И он сказал, «Ты читал моё слово?» Я ответил, «Да». Он сказал, «Тогда дай мне приказание, скажи мне согласно моему слову». Вот это «да». Не знаю, как сказать по-другому, но я почти начал дрожать. Я сказал, «Господь, я не могу». Он ответил, «Скажи мне». И это не тот случай, когда я щёлкаю пальцами перед Богом, потому что это не сработает. Иначе говоря, вы должны быть способны говорить Богообетование, которое сказано в Его слове. И он сказал, «Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал сегодня?» И я осознал кое-что. Вы не будете делать это в своей религиозности. Вы не будете делать это просто ради промедления или предположения. Вам нужно копать Слово Божье. Вам нужно делать это. Я ни разу не был рядом с тобой, чтобы у тебя не было Библии. Иногда мы вместе едем на мотоциклах, и я хочу сказать, ты берёшь с собой всю свою необходимую одежду, и брат Копленд, и сестра Копленд, мы все берём с собой наши Библии. И если вы скажете, «Ну, у вас отпуск», мы не берём отпуск от Слова Божьего. Я скажу тебе, что сказал мне Господь. Это было ещё в то время, когда я только начинал. Он сказал это так. «Тебе лучше остаться без брюк, чем без Библии». Я переспросил. «Что?» Он ответил. «Ты можешь взять моё слово и приобрести себе брюки». О, Господь. Но он сказал, «Если ты останешься без своей Библии, ты в беде». И он добавил. «Теперь ты будешь зарабатывать всё своими силами». «У тебя нет меча». «И ты будешь полагаться только на свою память и всё такое». И он сказал, «Если ты не используешь Слово Божье правильно, когда ты в ресторане или ещё где-то. Ты знаешь, где находится Библия». Сразу же. «И ты просыпаешься утром, читаешь свою главу, исследуешь свою Библию, размышляешь. И, Джесси, скажу тебе, где я потерпел неудачу?» Ты знаешь Смита Вигельсворда. Это был великий апостол веры 20 века. Боже мой. В чём служение было 17 задокументированных случаев воскрешения из мёртвых. И Смит уже в достаточно зрелом возрасте научился читать именно по Библии. Он до этого не умел читать. И поэтому он никогда не читал никаких газет за всю свою жизнь. И он умер, когда ему было 80 с лишним лет. И он читал только Слово Божие, потому что научился читать по Слову Божьему, и только его и читал. А до этого он был неграмотным слесарем, пока Бог не спас его и полностью поглотил его. Однако его спросили, «Как же он готовит свои проповеди?» И Смит ответил, «Конечно же, я изучаю свою Библию. Но когда приходит время готовиться, чтобы выходить и проповедовать вечером, я провожу значительное количество времени, молясь на иных языках». «Да, но брат Коплунд, я не знаю, как это делать. Я не знаю, как это делать. Встаньте сейчас на свои колени». Иисус сказал, «Отец даст Духа Святого всем, кто попросит его об этом». Поэтому попросите его. И Смит сказал, «Я провожу свое время, благословляя Господа. Я провожу свое время, созидая себя, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. И я выхожу вечером и благословляя людей». Разве Орл Робертс не говорил тебе, «Не возлагай руки на человека, пока ты не будешь готов высвободить свою веру». Это то же самое, просто другая аналогия. «Не делай ничего, пока не будешь готов высвободить свою веру в этом». И вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да. И вера действует любовью. Эти элементы должны быть здесь, когда вы обращаетесь к 13 главе Первого Послания к Оринфянам. Вы видите, что без любви вы можете вывести из игры все девять даров Духа. Вы можете перечеркнуть все свое даяние. Даже если я отдам свое тело на сожжение, дело не в том, чтобы облить его бензином и прочее. Конечно же, не в этом. Имеется в виду, сгореть для Бога, работы для Него. Да, конечно. Но это не принесет вам никакой пользы, если в этом нет любви Божьей. Да. Понимаете? Что ж, Бог есть любовь. Да. Становясь более зрелым в Господе, я понимаю, что нужно быть очень чувствительным духовно, физически и финансово. И это не обязательно только в церкви. Это может быть и за пределами церкви. Вот что Господь сказал мне о возрастании и приумножении. Он сказал, «Джесси, тебе нужно слышать мой голос за пределами церкви точно так же, как и внутри». Я спросил, «Что ты имеешь в виду, Господь?» Я не знал, что Бог собирался сказать, и Он сказал, «Богатство грешников не в церкви, но оно должно быть там. Если ты будешь слушать меня, я покажу тебе, где оно за пределами церкви, точно так же, как и в церкви. Когда в церкви говорят, что служение закончилось, и ты садишься в машину и едешь домой, это не останавливает меня. Я продолжаю говорить». Объясни немного эту фразу о богатстве грешников. Нас слушают люди, которые не совсем знают это место писания. Хорошо. Богатство грешника сберегается для праведного. Иначе говоря, всё, что вы видите, всё, духовно, физически, финансово, я скажу это так, это для вас. Эта планета была создана для нас, для тела Христа, потому что, когда Бог создал человека, не было никаких грешников. Она не была создана для грешников. Понимаете, о чём я? Это было создано для семьи Божьей. И что произошло? Я говорю это на телевидении. Сейчас у нас расставлены камеры по всей этой чудесной студии. Но вы знаете, когда задумывалось телевидение, у церкви была возможность овладеть им. Была возможность использовать его. Но в церкви проповедовали против телевидения. Они называли его одноглазым демоном. А теперь, посмотрите, кто-то проповедует по этому одноглазому демону. Джесси, на ступени федерального здания в Вашингтоне раздавали телевизионные лицензии. И люди, которые собирались там, получили их оригинальные лицензии. И в той толпе не было ни одного проповедника. Через 10 лет нам приходилось верить Богу и сражаться с дьяволом, меня это удивляет. Чтобы вернуть телевидение в руки Божьи. Понимаете? Верно. Вот так? Да. У нас вообще не должно быть финансовых трудностей. Если эта планета, как сказано в 113-м псалме в 24-м стихе, вам нужно прочитать это. Господь говорит, небеса — небеса для Господа. То есть речь идет о Вселенной. А землю Он отдал сынам человеческим. Человеческим. Но если вы не принимаете владычество над нею, вот что происходит. Знаете, я ходил в церковь на прошлой неделе. Что ж, дьявол тоже. Он не пропускает даже служения по средам вечером. А вы? Я не хочу быть жестоким, но то, что я говорю, что происходит? Дьявол ищет, кого ему поглотить. Да. Видите ли, проблема, которую я вижу здесь, как мне сказать это, Господь? Помоги мне. Вы ходите от церковь так, как будто вы идете в ресторан. И вам подают меню. Вы смотрите на меню. Вы заказываете блюда, понимаете? Садитесь, ждете. И вы так и не получаете пищу, но вам приносят счет. Очень часто именно так построена сейчас церковь. Вы получаете счет. Вы должны помогать. И мы не против помогать. Дело не в этом. Но для меня, когда я иду в церковь, я хочу научиться чему-то. Я принял решение, когда родился свыше, что каждый раз, когда я захожу в здание церкви, мне лучше чему-то научиться. Если я ничему не научился, тогда я не слушал. И я не собираюсь критиковать этого пастора. Это не твоя работа критиковать. Но я думаю, что 99% всех консультаций даже не произошло бы, если бы люди прислушивались к Слову Божьему. Это правда, да. Понимаете? Потому что если этот пастор, он или она, не важно, если они проповедуют это Слово Божье под помазанием, которое Бог дал нам, то, что я называю предварительно расфасованным служением, или проповедью, вы все равно получите ответ, то ли духовный, то ли физический, то ли финансовый, любой. И когда Господь сказал мне это, приведу хороший пример. Я проезжаю мимо одной земли. Господь сказал, «Я хочу, чтобы ты слышал мой голос за пределами церкви. Богатство грешника сберегается для праведного». Я сказал, «Хорошо». Я ничего даже не думал о ней. Я просто проезжал мимо этого участка. Он был запущен. Кеннет. Я имею в виду, если бы я был тараканом, я бы не хотел жить там, понимаешь? Он сказал это. И Господь сказал мне, «Купи эту землю». Да, купи ее. И знаешь, нужно быть идиотом или кейджином для того, чтобы спорить с Богом, когда речь идет о решениях в бизнесе. О, да. Полным идиотом. Он говорит, «Купи эту землю». Я ответил, «Господи, я не я». И в конце концов я покаялся. Я сказал, «Хорошо». Я приобрел ее. Я заплатил за нее 125 тысяч долларов, понимаешь? А теперь я расскажу вам о том, что я там устроил. Это произошло несколько лет тому назад. Я почувствую себя глупым, когда скажу это. Мне предложили за нее 7 миллионов долларов. И Господь сказал, «Как ты думаешь, ты мог бы провернуть эту сделку?» Я ответил, «Господь, я даже не поставил там знак». О, Боже мой, это точно. Как глупо. Как глупо. Я все еще владею этой собственностью, пока ты не скажешь мне продать ее. Вот к чему я веду, понимаете? И тогда он сказал, «Эти деньги ждали там все время». Да. «Все это время». И он сказал, «И если бы ты не послушался меня...» Это происходит все время. Постоянно. Проблема в том, что Бог говорит все время. А мы были настолько духовно глухими, что даже не слышали его. Мы с тобой, Джерри, все остальные, мы сталкиваемся с этим каждый день. Мы слушаем, как только можем. Вы шутите? Мы получаем вот столько, когда Бог делает вот сколько. Мы всего лишь высматриваем из-за завесы, но мы совершенствуемся, и мы возрастаем в точности слышания. И я верю, прежде чем произойдет это излияние, у нас будет проявление этих служений, просто потрясающее. Господь показал тебе это видение относительно водопроводной трубы? Или что это было? Когда он доходит до крана. Ты помнишь это? Я был на служении в 1968 году в городке Штраут, Оклахома. Я сидел на своей кровати в номере отеля. Рядом со мной была Библия, моя записная книжка, все. И я сидел и молился в духе. Я готовился проповедовать тем вечером. И неожиданно я увидел это в духе. Я не видел это физически, но я увидел это в духе, внутри. Я увидел эту трубу приблизительно вот такого диаметра. Около 12 сантиметров. Совсем недалеко от моего лица. Вот так. И эта труба была приблизительно метр или чуть больше в длину, по крайней мере. Она шла под углом в 45 градусов. и с одной стороны в эту трубу била сильная струя, а с другой стороны текла маленькая струйка. Я мог почувствовать это на своем лице. небольшое облако водной пыли, достаточное только для того, чтобы раздразниться. Я сказал, Господь, что это? Он ответил, эта труба твой дух. О, Господь! А эта вода моя слава. Твоя труба наполнена нераскаянным грехом. Я спросил, что же я сделал? Он ответил, нарушил заповедь. Боже мой. И он напомнил мне то, что произошло как раз перед тем, как я поехал из дому несколько дней до того, до этих служений, прямо на углу, где ты сворачиваешь на шоссе, на свою улицу, сидел мужчина в пикапе с горой дынь. И Глория купила их. Целый мешок. Привезла домой. Две дыни были хорошими, остальные вообще ни на что не годились. Я подумал, вот негодяй. Я поеду туда и всыплю ему хорошенько. Мне это не нравится. Господь остановил меня. Я сказал, ну да, ты знаешь, мне это не нравится. Я все еще злился на этого человека, когда приехал на те служения. Понимаете, я злился. Я бы спорил с Богом. Я бы сказал, да, легко тебе говори. Ведь ты же не любишь мускусные дыни, а я люблю. Да, я могу покаяться после того, как всыплю этому человеку. Я просто забыл об этом и поехал домой. И он сказал, потому что ты не осознаешь важность хождения в любви и нарушаешь заповедь любви. Ты не обращаешь на это никакого внимания. Он сказал, твой дух просто забит, загрязнен, захламлен. И мне очень сложно пробиться через эту пробку. Я слышал, как Билл Уинстон написал, что произошло с ним. Практически то же самое. Бог показал ему банку, стеклянную банку, наполненную мутной водой. И Господь сказал, весь этот ил, вся эта взвесь в воде. Он пытался просветить эту воду светом. И свет не проходил через эту мутную жидкость. Он был забит. Свет не проникал через эту воду. И Бог сказал Билл Уинстону, это твой дух, который наполнен грязью. Он захламлен, забит. И вот что он сказал мне. Он также наполнен ненужными вещами, с которыми тебе даже не нужно иметь дело. И это не так важно для твоей жизни, но ты посвящаешь этому слишком много времени. И Билл Уинстон сказал, откровение слов его приносит свет, но свет не мог проникнуть через этот ил. Поэтому все очень просто. Я сказал, отец, я осужу себя в соответствии со Словом Божьим. И я прошу тебя судить мое сердце. И во имя Иисуса, согласно первом послании Иоанна 1,9, я верю, что принимаю свое прощение, потому что Слово Божие говорит, что ты верен и праведен. Простите мне мои грехи, когда я исповедую их, а не тогда, когда я почувствую себя лучше, когда угрызение совести оставил. Когда я исповедую их. Но тогда, когда я исповедую их. И он очистил эту трубу. И ты очистишь меня от всякой неправильности. Он очистил эту трубу, Джесси, и это изменило эти сложения. Исцеляющая сила Божия просто увеличилась. И что произошло? Маленькая струйка стала проливной. Да, она била фонтаном из духовной сферы прямо от славы Божьей. И теперь она могла течь. Я знаю, у нас немного времени осталось. Но, возможно, завтра я хочу поговорить об этом времени в Бирмингеме, штат Алабама, когда сошёл Дух Святой. Там было 14-15 тысяч человек. Ты приехал проповедовать, и ты не мог произнести ни одного слова. Ты начинал проповедовать, а Дух Святой сходил на людей. Помнишь? Не знаю, сколько это длилось. Полтора часа. Ты говорил одно слово, и... Но ты был готов, и они были готовы, и Бог двигался. О, да. То же самое произошло в Лондоне. Первый раз, когда я проповедовал там, я вышел на сцену, и сила Божья сошла. Я просто не мог проповедовать. Я прочитал одно местописание, и люди просто сорвались с места, начали бегать по залу, делали разные дикие вещи. Они были переполнены. Потом они немного успокоились, и я снова прочитал местописание. Я читал его три раза, так и не смог дойти до конца. И наконец-то я сказал, ты начал это, Господь. Тогда и заканчивай. И я просто стоял там, и одна женщина через два ряда от меня вскочила в свое место, начала кружиться, 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 не зная, сколько раз фактически. Это невозможно было сделать с естественной точки зрения. Потом сел обратно. Я подумал, посмотрите-ка на это. Наконец-то люди угомонились, чтобы я смог призвать людей к покаянию. О, там вышло много народу. Позже я узнал, что эта женщина, как это называется, вообще-то у нее был церебральный паралич. И на самом деле она не могла ходить без помощи. Ну вот она вышла вперед к сцене и стояла ровно и стройно. И люди бегали по всему залу. А до этого меня предупреждали. Знаете, меня предупреждали. Знаете, эти люди принадлежат определенной культуре, и вы не расстраивайтесь, если они не будут как-то реагировать и громко радоваться, потому что британцы, они не демонстративны в проявлениях своих чувств. Послушайте, это было самое дикое и бурное служение, которое только происходило в моей жизни. Что там произошло? Дух Божий смог двигаться. Да. Потому что ты был не на автопилоте, ты просто присоединился к Господу. И вы можете проповедовать ту же проповедь. Я проповедовал по существу ту же проповедь полтора года, возможно, даже два, о любви Божьей. И она приобрела собственную уникальность. Она была приспособлена для этого служения при помощи Духа Божьего. Да. Тот же текст, те же места Писания. Но подошли к концу. Наше время подошло к концу. Боже мой, здесь происходят интереснейшие вещи. Мы говорили об ангелах и не планировали этого. У нас были совершенно другие планы. Но как только я открыл свои уста, это просто вышло из них. И я увидел это в Духе. И это удивительно. Это просто удивительно. Аминь. Ты начал передачу и позволил Господу говорить через тебя. Знаете, мы готовимся, и это естественно. Это здравый смысл. Но вы всегда должны признавать, что Он — Господь и пересвещение к этого служения. И я слышал, как ты говорил это много раз относительно твоего служения. Что бы Он ни сказал, что бы Бог ни захотел, то мы и сделаем. Мы в Его распоряжении. У нас нет никакого другого. И мне это нравится в тебе, знаешь. Я слышал, как люди говорят, если вы рядом с братом Коплэном, нужно быть настойчивым во время и не во время. И я ответил, нет. Если вы собираетесь говорить о ком-то, тогда вам нужно быть настойчивым во время и не во время. Если вы с Богом, если Бог хочет действовать, зачем с этим бороться? Просто следуйте этому. Просто теките. Мы говорили о служении в Англии, в Бирмингеме. Кеннет, мне кажется, что мы должны поговорить об этом более подробно. Там были люди. Дамы и господа, это было в 1997 году. И ты был готов. Ты готовишься ко всем своим служениям. И брат Коплэн был действительно готов. Также и все мы были готовы. Мы знаем, это электричество чувствовалось в воздухе. Что-то висело в воздухе. Да. Атмосфера была просто... как звук от напряжения. И когда зажглась эта искра, мы разговаривали с несколькими людьми. И я спросил, «Вы раньше были на таком служении?» «Нет». «А вы когда-либо бегали по залу?» «Нет». Что он хотел делать?» Что именно так мы и поступали. И вот почему так много людей приняли спасение и исцеление, почувствовали Божье прикосновение, были благословлены. Это разрушило такое бремя религиозности на людях. Они думали, «Знаешь что? Я могу ходить в церковь. Я в доме своего отца. Я могу вести себя как ребенок. Не по-детски, а как ребенок, чтобы течь в этом помазании. И я видел, как это происходило. Я знаю, каждый раз, когда ты выходил, ты готовился проповедовать. Так и должно быть. Это твое задание. Но в тот вечер ты не мог произнести и слова. Я так и не мог не читать до конца ни один стих из религи. Ты пытался? Я произносил первое слово или два, когда впервые провел собрание, и кто-то начинал бегать. И тут все началось. Вчера я рассказывал о той женщине, которая сидела через несколько рядов от меня. Все началось. Она скочила, начала кружиться, как ила. Это было просто сверхъестественно. Так быстро кружилась и потом села обратно на свое место. Да. А уже после служения я узнал, что оказывается у нее был церебральный паралич. И она в принципе не могла ходить без помощи. И ты даже не возложил на нее руки. Я не помню, сколько ей было лет. Не возлагал. Верно. Я даже не знал, что с ней что-то не то. Я подумал, удивительно, это сверхъестественно, как быстро она кружится. Только позже я узнал о ее болезни. Она вышла туда с прямой спиной, как и все остальные. Я заметил, что вокруг нее была какая-то суматоха, когда они уходили, но я узнал о ее случае только после служения. Наступал момент временного затиши, и я останавливался. И когда оно прекращалось, я снова начинал читать этот стих из Библии. Но я так и не смог прочитать его до конца. Ты не смог? В конце концов, как я уже рассказывал вчера, я буквально сделал так. Я просто облокотился на кафедру, и я сказал, Господь, ты начал это, ты и заканчивай это. Это международная конференция верующих была конференцией чудес. Через два вечера была моя очередь проповедовать. И когда ты предоставил мне слово, мы расскажем вам сегодня несколько историй. Мы хотим показать вам, чтобы вы никогда не успокаивались из затишья. Ты передал мне слово. Что здесь важно, Джесси? Я знаю в своем духе. Почему Бог делает это? Это произошло тогда, это уже в прошлом. Да. И что нам нужно? Ты слышал, как я молился в начале передачи. Нам нужно настолько осознать, что мы постоянно ходатайствуем, и мы молимся, чтобы этот ранний и поздний дождь сошел на нас, на нашей церкви. И он начался. В Международной церкви Иглмаунтины, в этом служении, в твоей жизни, в твоем служении. Верно. Осознавайте это все время. Ожидайте этого все время. Ожидая. Вот о чем я говорю. Это правильно. Ожидание. И когда ты предоставил мне слово, дамы и господа, когда брат Коплан передал мне слово, он отошел назад. И, как правило, вы начинаете с приветствия. Я уже увидел, что Дух Святой начал действовать. Это уже происходило. И неожиданно, в Духе, я увидел на груди у одного человека шаг вот такой длины. В Духе. И я стоял перед всеми этими людьми так, как сейчас смотрю на тебя, брат Коплан, на эту голубую рубашку. Я произнес это вслух. Я сказал, «Здесь есть один человек, у вас проблемы с сердцем, и у вас большой шрам на вашей груди. Господь хочет исцелить вас». Этот человек был врачом. Если ты помнишь, он встал и вышел. И был один мужчина, который работал твоим служением в Южной Африке. Я помню его имя. Корсия. Да. Я пошел вниз по ступенькам. Дамы и господа, я спускался вниз. Этот брат шел вместе со мной. Он был так же близко, фактически еще ближе, чем мы с братом Копланом сейчас. Я еще никогда не делал это в своей жизни. Я протянул руку и расстегнул рубашку этого человека. Я тянул его в сторону, расстегнул эту рубашку и увидел там большой шрам. И твой южноафриканский директор... Стив Корсия. Стив. Стоял рядом. Я положил свою руку вот так и начал молиться. Я не молился за шрам. Я молился, чтобы его сердце было исцелено. И я понимал, что у него была операция на открытом сердце. Это можно было видеть. Но у него оставались проблемы. Когда я убрал руку, я сказал... Я указал пальцем. И когда я указал пальцем, я посмотрел туда. Дамы и господа, верите или нет, Бог мне свидетель. Могу положить руку на 10 тысяч Библии. Шрам вот такой длины исчез. Стив посмотрел, и я спросил, «Ты видел это?» Стив спросил, «Видел ли я это?» И мы начали кричать, и я, и Стив... Шрам у этого человека буквально исчез. Он был врачом. Позже я узнал это на собрании. Когда я думаю об этом, у меня по коже ползают мурашки. Это был один из самых удивительных случаев. Но в чём была причина, что произошло именно так? С самого первого служения ты установил основание на Слове Божьем. Ты установил это основание. То, что происходило здесь, будет происходить и тут. И когда ты утвердил, что люди будут принимать полноту, а всё Писание Бога духовенна, один человек сказал мне недавно, «Вы считаете, что Библия вдохновенна?» Я ответил, «Да». Почему вы так говорите? Я ответил, «Потому что она вдохновляет». Она не только вдохновенна, она ещё и вдохновляет. У меня никогда не было такого, чтобы местописание, которое я взял, даже если оно укоряло меня в чём-то, чтобы оно не вдохновило меня каким-то образом, не вдохновило меня течь в этом Слове Божьем, не вдохновило меня действовать. И Бог говорил мне это. Я изучал Слово весь день, и Господь сказал, «Ты не будешь проповедовать сегодня». Я сказал себе, «Помните, Он может читать ваши мысли, Он слышит ваши мысли». И тогда я спросил, «Ради чего я готовился весь день?» Он сказал, «Ты нуждался в этом». И действительно, мне нужно было питать себя. И когда я вышел на сцену, Дух Святый сошёл. Он сказал, «Я буду проявлять себя, и это будет зрелищно». Я был так же удивлён, как и все остальные, когда увидел, как Бог прикасается к людям и служит им. Джесси, здесь нужно поговорить кое о чём, потому что, как я уже сказал, это начнёт происходить. Это так восхитительно. когда Дух Божий ведёт служение таким образом. Но если вернуться к большим излияниям исцеления с 1948 года, 49-й год и так далее, с Орелом Робертсом, Каннетом Хейгеном, Джеком Коу, Эй-Эй Алленом и другими, это было такое излияние чудес, потому что церковь на тот момент была мёртвая. Это происходило сразу после Второй мировой войны. И в духовном смысле страна возвращалась к жизни, и Бог просто изливал себя. В то же время появился Билли Грэм, который приводил души в Царство Божье десятками тысяч. Появились Орел Робертс, Каннет Хейген, другие проповедники, которые приводили души в Царство Божье десятками тысяч. И все эти чудеса происходили там. Вы могли войти в одну из этих больших палаток, и много людей просто падали на землю от силы Божьей и исцелялись прямо внутри этой палатки. Я немного пообщался с Каннетом Хейгеном-младшим всего несколько дней тому назад. Мы говорили об этом. И, конечно же, он не был таким, как я. Мы с ним приблизительно одного возраста, но он не был, как мы с тобой. Он не вырос на улице. Мы были грешниками. Вот что я имею в виду, потому что он все время был вместе со своим отцом в служении. Единственное время, когда Каннет Хейген-младший не пребывал в служении, это три года, которые он служил в армии. Он свидетель. А так всю жизнь он был в служении. Я сказал ему, слушай, ты же был свидетелем этих потрясающих служений и этого движения. И он ответил, да, я был там все время. И он рассказал об одной проблеме с одним служителем, которому брат Хейген, отец Хейгена-младшего, послужил. Господь сказал брату Хейгену послужить ему. И он сказал этому служителю, если ты не остановишь это, ты окажешься в серьезных проблемах. Твоя проблема в том, что ты действуешь в Духе Святом в один вечер, а на следующий вечер ты уступаешь демоническому духу. Это сказал брат Хейген-старший тому служителю. Это сказал брат Хейген-старший. Это служат Духом Божьим, этому человеку. И брат Хейген предупредил его, если ты не справишься, это разрушит тебя и твое служение, и твою жизнь. И тот служитель ответил, да, брат Хейген, я знаю это. Но послушайте, ведь люди ожидают, что я буду как-то служить им, что-то пророчествовать, что-то говорить им. Понимаешь, Джесси? О, Господи, это опасно. В то время у них не было такого знания Слова Божьего, которое мы имеем сегодня. Верно. Орл Робертс, Каннет Хейген и эти мужи Божьи были использованы в том, чтобы заложить основание откровения Слова Божьего, на котором мы сегодня стоим. Но брат Хейген сказал ему, тебе нужно научиться проповедовать. Слава Богу. И сын брата Хейгена, Каннет Хейген-младший, рассказывал, что отец сказал, некоторые из вас проповедников вообще не могут проповедовать, даже не пытаются. Они просто приходят, действуют в каких-то чудесах и так далее. Но затем они сразу же уступают этим прорицательным духом и даже не понимают, что делают, и этим разрушают много служений. Зачем я упомянул об этом? Я просто хочу сказать, что это было чудесное время. Тогда, когда проявлялись подобные вещи. Но послушайте, вам ни в коем случае нельзя отдаляться от Слова Божьего. И это замечательно. У вас происходит излияние силы Божьей. Вы можете целое служение, или два, как тот вечер, двигаться в этом. Было такое излияние, что вообще даже не начал проповедовать. Но я не ожидаю, что это будет происходить каждый вечер. Будет время, когда мы скажем, хорошо, давайте сядем и будем углубляться в Слово Божье. Вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Конечно, мы можем бегать по проходам и все такое, и люди будут исцеляться. А когда служение заканчивается, через 10 дней они снова получают назад те же симптомы, потому что они научены жить по чувствам, по симптомам. Дьявол приходит и начинает, «О, ты не чувствуешь себя так, как чувствовал тогда. О, ты не выглядишь так, как выждал раньше». Понимаете? Да. Поэтому вам нужно подвязаться добрым подвигом веры. Но если они не знают этого из Слова Божьего и начинают говорить, «О, наверное, тогда на том собрании я ничего не получил», дьявол сразу же проникает сюда, начинает свою работу. Поэтому наши служения, они нацелены на то, чтобы обучить вас. Вот почему мы делаем то, что мы делаем. Здесь. Когда это начинает происходить в вашей церкви, пасторы, а это обязательно произойдет, если вы откроете свое сердце, излияние будет происходить в вашей церкви. И будут случаи, когда вы просто скажете, «Боже мой», как говорят люди, «Да мы тут на люстрах висим». Это потрясающе, но будет также время, когда вы скажете, «Хорошо, сейчас давайте успокоимся на минуту», потому что мы собираемся делать это согласно Слову Божьему. И Бог возвеличил свое слово даже выше своего имени. Если вы обратили внимание, в вашей Библии записано множество чудес, но там записано намного больше Слова Божьего. Понимаете? Потому что именно Слово создало это чудо. Оно сказало. Он послал Слово свое и исцелило. Верно. Если вы находитесь в присутствии этой исцеляющей силы, и, возможно, кто-то проповедует Слово Божье, например, как в книге Притчи, 4 главе. Давайте прочитаем. Притчи 4, 20. Хорошо. «Сын мой, слова моим внимай». Видите? Слова стоят на первом месте. Да. «Внимай», иначе говоря, «уделяй этому внимание». А это прежде всего, на первом месте. «Слова моим внимай, и крича моим, преклони ухо свое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие, то есть здоровье, или, как сказано в еврейском тексте, лекарство для всего тела его. Вы можете исцелиться, просто читая места описания об исцелении. Да. Читая Слово Божье, веря ему, произнося его, исповедуя его, действуя на основании его. Кто-то может прийти на собрание. Он послал свое слово и исцелил их. Проявление этого исцеляющего слова может произойти через вас. Оно может прийти через кого-то сидящего там, кто молится и ходатайствует на служение. И вы должны делать это. Не надо просто приходить и сидеть сложа руки. Нет, нет. Вы должны сеять в это служение. Вы должны сидеть там и молиться про себя в Духе Божьем, ходатайствуя за движение Духа Божьего. Я молюсь за этих людей. Мы ходатайствуем за них. Мы молимся друг за друга, чтобы вам исцелиться, как написано в Писании. И все это происходит. Даже тогда, когда, возможно, слово не проповедуется. Но это проявление его посланного слова, которое происходит в этом человеке. Конечно. Проявление все время должно быть основано на Слове Божьем. И все должно быть ориентировано на Слово. Джесси. Да. Все время. И у вас должно быть место Писания, чтобы подтвердить то, что вы говорите. Потому что, понимаете, когда в это вмешиваются духи гадателей, это разрушает церкви. И духи прорицательные. Вот именно таким образом люди занимаются колдовством и тому подобными вещами. То, как говорит прорицательный дух, даже может напоминать какого-то человека и чей-то голос. Да. И люди думают, да, это же он пришел и говорил. Но дух прорицательный. Это такой дух, Верно. который приходит и будет пытаться имитировать Бога. И люди не видят разницы. Но этот дух знает вас. Он знает, он слышал Божий голос, он знает все вещи, и он будет пытаться имитировать Бога. Один дух пытался использовать меня. Это было в третьем, нет. Это было во второй половине второго года, когда я вошел в служение полного времени. Только начал служить. Я тогда был в Талсе, штат Оклахома и проповедовал в этом здании, Шеридан Эссенбли. И я поехал в центр, даже не помню, зачем я поехал туда. Я поехал туда, чтобы решить какой-то вопрос в перерыве между служениями. И уже ехал обратно. И вот я шел по тротуару, подходил к своей машине, и ко мне пришло слово от Господа. Он говорил мне о каких-то вещах в моем духе. Я просто шел. Вернее, я молился в духе. Я не хотел быть там. Я лучше бы молился в своей комнате, конечно. Но вот я просто молился в своем духе и иду пешком по тротуару. И я услышал, как Господь сказал кое-что. Я хочу, чтобы ты сделал это. И вот что произойдет. И так далее. И Бог говорил мне о служении. А потом Он сказал то, что я не знал, согласовывалось ли это с Писанием или нет, но мне понравилась эта идея. Это прозвучало так захватывающе, потому что это было мне на пользу. Но я сразу же остановился на месте и сказал, Господь, а я не знаю, как насчет этого. Я просто отложу это на какое-то время. И я сел в машину, вернулся обратно в свой номер, помолился об этом немного. И после того, как служения закончились, я пришел к Господу в молитве и сказал, я бы хотел больше узнать об этой вещи. И когда я зашел в номер, я все записал для себя. Я сказал, я хочу знать об этом. Я знаю, это ты. И все это согласуется с Писанием. Ну а как насчет вот этой части? Где же это в слове? Где подтверждение? И Бог сказал, этого нет в слове. Я сказал, значит, это был не ты, не так ли? Бог сказал, да, это был не я. И знаете, это удручило меня, что я позволил влиянию другого духа прийти в мою жизнь. Бог сказал, я помогу тебе в этом. И он позвал меня услышать это снова. И в этот раз это уже прозвучало правильно. И потом Бог произнес это. Знаете, это как пародисты. Они говорят что-то, и этот пародист звучит, например, как Франк Синатра. А потом вы слышите, как вместе с ним поет настоящий Франк Синатра, и вы понимаете, что они совсем не похожи. Но, знаете, это скопированная манера исполнения, все такое, это, конечно, забавляет. Понимаете, и тогда Господь немного приоткрыл завесу. Он позвал меня услышать голос этого демонического духа. Понимаете? И потом Бог сам произнес это для меня. Я подумал, «Вот же дьявол-негодяй». Ну, дьявол, ты больше не заманишь меня в эту ловушку. Понимаете? Дьявол исказил Слово Божье. И если бы я не уловил этого, я бы поверил этой искаженной лжи. И это звучало для меня очень хорошо. Мне понравилось это, и это касалось того, что я стану очень знаменитым и все такое. Мы говорим, «Да, да, да, понимаете?» Я был всего лишь два года тогда в служении. Но я уловил, что это неправильно. От этого исходил нехороший запах. И в Библии есть один текст, там сказано, «Испытывайте духа». Это слово докажет это. Да. Но если вы не знаете, что это, если никто не проповедовал вам это, он поймает вас на это. Каждый раз. И не обязательно быть духовно взрослым, чтобы действовать даром духа. Прочитайте первую и вторую главу послания к Оринфянам и узнаете об этом. Ведь они были младенцами в Господе. Да. Но они не были лишены ни одного доброго дара, однако покорились и уступили духу разделения и позволили им проникнуть в церковь. Да. Наше время подошло к концу. Вот это да. Оно подходит к концу, когда становится хорошо. Аминь. Аллилуйя. Знаешь, несколько дней тому назад мы говорили об этом чуде в локтевом суставе в Африке. Аминь. Эту фотографию уже можно будет показать сейчас. Я хочу, чтобы все ее увидели. Итак, немного поговорим о предыстории. В мае 2015 года я поехал в церковь епископа Дэвида Уэдепо под названием Ханаанская земля. Это в Нигерии. И в здании помещается 50 тысяч человек. И они проводят пять служений в воскресенье. Когда я там был, они тогда еще проводили четыре служения. И у меня была возможность проповедовать на первых двух, на которых присутствовало чуть более ста тысяч человек. И затем утром тогда я поехал в Юханнесбург, в Южную Африку, чтобы провести там еще одну неделю собрания. Поэтому мне просто нужно было уезжать. И когда я уехал, позже, в октябре 2015 года, епископ Дэвид Уэдепо приехал в Соединенные Штаты. У него там родился внук в Вашингтоне. И он позвонил мне и сказал, я хотел бы увидеться с тобой. И он приехал сюда. Он сказал, брат Копланд, когда ты приехал, у нас было такое движение Божье. И это правда. Потому что тогда была конференция для служителей. И по подсчетам оказалось, что туда приехали более 9 тысяч проповедников со всей Африки и Европы. Это было просто удивительно. 3 тысячи сидели в аудитории и еще также в других помещениях. Это было очень сильное собрание. И он сказал, после того, как ты уехал, мы пережили взрывной рост церкви. В церковь пришло более 130 тысяч человек. Хвала Господу. Дух Божий действует. Аминь. И один из наших пасторов сказал, он служит всем этим людям. И он рассказал, что Дух Божий служил всем этим людям. Так вот, много лет тому назад один из пасторов получил пулю в локоть. И пуля раздробила локтевой сустав. И врачи поставили протез. Да. Такие же протезы ставят в бедро. И ему сделали протез локтя. И тот пастор после этого постоянно чувствовал боль. Он говорил, что испытывал боль в локте постоянно. И Господь как-то сказал ему, я благодарен за то, как ты служишь мне. Тот человек чувствовал боль 24 часа в сутки. И Господь сказал, я сделаю что-то для тебя. И Джесси, однажды утром тот пастор проснулся, и этот металлический протез лежал в кровати рядом с ним. А в его руке был совершенно новый локтевой сустав. Сейчас вам покажут эту фотографию. Вот эта часть похожа на то, как делают зубные имплантанты. Ты же знаешь, они вставляют туда искусственную кость. прежде чем вкрутить эту штуку. И затем кость нарастает вокруг этого. Вот эта штука с этой стороны. Это искусственная кость. Вот это острие находилось с другой стороны руки. Да. И эта штука лежала в кровати рядом с ним. Понимаете, там не было никакой крови, никакого шрама, ничего. Ангел Божий провел эту операцию и затем оставил этот металлический протез как свидетельство. Хвала Богу. И вот что так важно относительно этой детали. Поймите, на ней есть все серийные номера. На этом протезе. Серийный номер врача. Да. Идентификационный номер, серийный номер этого протеза, дата, когда все это было сделано. То есть, поймите, это чистое доказательство. Да. Что этот протез стоял в руке этого человека? И когда его вставляют, его вкручивает в кость человека. О, да. С обеих сторон. Поэтому он постоянно испытывал боль. И вы осознаете кое-что? Удивительно, что может сделать Бог. Он взял эту штуку, оставил ее как свидетельство, чтобы показать вам. Неожиданно этот человек просыпается и не чувствует боли. У него совершенно новая кость и совсем новый локоть. Плюс этот протез, которым он пользовался какое-то время. И мне понравилось, что Бог сказал. Он сказал, «Поскольку ты поклоняешься мне и любишь меня, я сделаю что-то для тебя». Брат Коплан, как ты думаешь, Бог хочет что-то сделать для людей, которые нас смотрят? Ты знаешь, что это так. Мы можем помолиться за их исцеление? Конечно, пожалуйста. Отец, во имя Иисуса. Сегодня есть люди, которые чувствуют боль. Они смотрят на нас, Господь. У них рак, диабет, высокое давление, артрит, разные инфекционные заболевания. Но ты сказал, что все названное должно преклониться перед именем Иисуса. Да. И Господь, если ты смог совершить операцию на локте этого мужчины без всякой анестезии, без ничего, так что он даже не почувствовал боли, а просто спал и оставил этот протез, чтобы показать нам, что ты создал новый локоть и новые крепления для кости, связки, все необходимое. Господь, я знаю сейчас, что ты можешь исцелить людей, которые смотрят нас. Сатана, я связываю тебя во имя Иисуса. Господь, я прошу тебя, исцеляй людей в то время, когда они простираются к тебе и принимают эту молитву веры. Отец, ты сказал мне помолиться этой молитвой веры. Эту передачу смотрят хорошие люди, которые служат тебе, но Сатана атаковал их тело. И, Отец, я прошу тебя не просто исцелить их, но сделать их целостными от макузки головы до подошв в ног. Господь, мне не хватает слов, чтобы выразить тебе благодарность за то, что ты делаешь. И, Господь, пусть это свидетельство прозвучит в церкви, на работе, куда бы они ни пошли, и пусть люди возвеличивают тебя, и пусть это будет славный момент твоей славы. Я благодарю тебя за это, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Один человек, с которым я познакомился, он пережил автокатастрофу. Он тогда был еще юношей. И этот человек был на конференции Билли Брим. Я с ним там познакомился. И, послушайте, когда он попал на небо, пережив смерть в автокатастрофе, он увидел своего друга, который тоже попал на небо незадолго перед этим. И этот друг сопровождал его, показывая небо. Джесси, ты был на небесах? Да. Я знаю, о чем ты говоришь. И он завел его в огромное помещение, где повсюду висели разные части тела. И Гэри спросил, что это такое? Удивительно, правда? И его друг ответил, знаешь, это склад частей тела. Когда люди Божьи на земле в вере используют имя Иисуса и призывают новые части тела, тогда ангелы Божьи берут эти части тела и доставляют их в тела людей на землю. Знаешь, когда я был на небесах, там было одно помещение, в которое мне не разрешили войти. Возможно, это был именно тот склад. Потому что я спросил, можно нам войти туда? И он ответил, нет, вам нельзя этого видеть. И я сказал, хорошо, то есть я не обиделся. Мне просто было интересно, что там находится. И во время той аварии его голосовые связки были полностью повреждены. Их просто не было. Он видел всюду эти части тела. И поймите, он мог петь и проповедовать. Когда Господь воскресил его из мертвых и послал его обратно на землю, то есть он ожил. И он был в реанимации, когда вернулся к жизни. И я не помню всех деталей этого случая. Но вот что я помню. Он услышал, как врачи сказали, как жаль, что у него больше нет голосовых связок. Понимаете, он же тогда был совсем молодым парнем. Но через какое-то время он всем там сказал. Конечно. «Привет!» Или «Что он там сказал?» И понимаете, все врачи были сильно удивлены. Поймите, у него до сих пор нет голосовых связок, но он каким-то образом и поет, и проповедует. Хвала Богу. Он движется в этом уже приблизительно 50 с лишним лет, возможно. И, конечно же, как я сказал, это был единственный случай, когда я встретился с ним. И знаете, он очень приятный брат. Настоящий муж Божий. Это благословение Господне. Бог может сделать все, что угодно, если мы будем верить. Но нужна вера. Нужна вера. Нужна вера во имя Иисуса. Аминь. Вера в кровь Агнца. И вы основываете эти вещи на обетованиях Слова Божьего. Так сказано в 14 главе Евангелия от Иоанна. Это одна из наших с тобой любимых глав. Он сказал, «И все, чего не попросите во имя Мое, это слова Иисуса, то сделаю, чтобы Отец прославился в Сыне». Это само по себе вызвало бы у теологов приступ ярости, как ты говоришь. Но после этого Иисус говорит еще настойчивее. Дамы и господа, Он говорит, «Если что попросите во имя Мое, и это ключ, понимание власти полномочия использовать имя Иисуса». Иисус говорит, «То сделаю». Это Евангелие от Иоанна, 14 глава. Я не открывал ее, но я ее могу процитировать. Иоанна, 14 глава. Одна из самых удивительных глав. В 15 стихе. Мне кажется, есть только два или три стиха, которые не являются словами Иисуса. Все остальное это слова Иисуса. Он сказал, «Говорю вам», 12 стих, «Верующий в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду». Да. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Да прославится Отец в Сыне. «Если чего попросите во имя Мое, Я, то сделаю». Знаете, что Церковь делает с этим? «Если на то будет воля Его». Он не говорил этого. Он говорит, «Если вы понимаете принцип полномочия использовать имя Иисуса, вы знаете, что такое доверенность? Сейчас объясню. Если бы у брата Копланда сейчас был документ, доверенность, где было бы написано, «Я передаю все, чем владею Джесси Дуплентису», и он подписал бы его присутствие свидетелей, тогда я бы стал тобой. Да. «Я могу продать все, чем ты владеешь, хотя я не ты». Иисус сказал, «Даю вам эту власть». Вы готовы идти и исполнять те дела, которые делаю я, и больше сих, говорит Господь. Вы должны понимать значение слов, что попросите, и все, что угодно. Это показывает мне две вещи — Божьи огромные ресурсы и щедрость его сердца. Один человек как-то сказал мне, «Знаете, денежные проблемы?» Я ответил, «Позвольте вам сказать, мы говорили об этом вчера, есть физики, которые пытаются рассчитать, как поймать астероиды. Они называют их убийцами планет. Некоторые астероиды очень большие, некоторые маленькие, и в них сокрыты триллионы долларов. Я не говорю миллиарды, триллионы долларов. У них внутри железо, платина, магний, все элементы, в которых мы нуждаемся на этой планете. Брат Коплан, для Бога это мусор. Просто отходы. Эти астероиды не могут образовать единую планету в том, что мы называем поясом астероидов, или поясом Купера, расположенным немного дальше. Они не могут объединиться и создать Марс, Венеру или Землю. Это просто камни. Ну, конечно же, некоторые из них имеют определенное влияние и тому подобное, но это Божий мусор. И у Бога нет никакого недостатка, понимаете? Эти вещи просто находятся в неправильных руках. Почему же тогда в теле Христа столько болезней? Потому что люди не понимают власти в использовании имени Иисуса. Когда ты молишься за людей, я ни разу не слышал, чтобы ты забыл упомянуть имя Иисуса. Ты молишься с этой властью. И когда вы понимаете это, тогда вы становитесь тем, кем является Он. Люди говорят, вы пытаетесь вести себя как Бог. Да, да. Да, вы поняли. Если вы хотите критиковать нас за это, ваше право. Но именно Он сказал, чтобы мы так поступали. Он сказал, идите, делайте те дела, которые делаю я. Это Он сказал. Билл Уинстон сказал так. Он образец Сына. Да. Он пример. Да. Он на самой вершине. И Дух Святой, наш учитель, наш инструктор, мы должны прилагать все усилия, чтобы молиться, как Иисус, разговаривать как Он, думать как Он, поступать как Он. Да. И Библия говорит, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Да. Правда, тебе нравилось, когда Джон рос, и кто-то говорил, увидев, как Джон что-то делает. Он делает это точно так, как его отец. Это так благословляет. Это благословляет тебя, потому что ты гордишься своим Сыном. Знаете, когда Иисус сказал, чтобы Отец мог прославиться в Сыне, Он сказал, «Всё, чего не попросите». И я собираюсь шокировать вас, когда скажу это. И я не предлагаю только свою точку зрения. Это слово, которое мы с вами только что прочитали. Когда вы попросите Бога о чём-то в духовной, физической или финансовой сфере и верите этому, используя власть в имени Иисуса, знаете, что происходит на небесах? Ангелы восклицают. Они говорят, «Отец, ты прославляешься». Приведу вам ещё один пример. Много лет тому назад все пытались переодеться на Пасху или на Рождество. То есть люди одевали лучшую одежду. Если у вас были внуки или дети, вы покупали им красивую одежду. Люди приходили, они знали, что это ваша внучка или, например, говорили, «Брат Коплан, вы купили одежду для своей внучки?» И ты отвечал, «Да, мы купили это им на Пасху. Такое красивое платье. Оно так красиво на ней лежит». И вы с Глорией делали вот так. Вы были только что прославлены. О, да, да. Понимаете, что я хочу сказать? Я хочу всё это упростить, потому что нужен был теолог для того, чтобы неправильно это понять. Если вы просите, Бог говорит, «Они прославляют Меня, они верят Моему Слову, и они воспринимают Его буквально». Именно здесь все составные соединяются вместе. Как вы думаете, то, что мы только что увидели здесь, разве не прославляет Бога? Это не может прославить человека. Врачи делали всё, что могли, но человек мучился от боли 24 часа в сутки. Самое меньшее — это он страдал от боли, но Бог прославляется. И знаете что? Я не хочу быть грубым, но люди говорят, «Я не верю этому». И не обязательно. Он совершил это. Он поверил этому и получил это. Именно поэтому люди не принимают эти вещи, они просто им не верят. И всё так просто. Вот что сказал брат Хейгин. «Ну что ж, тогда исцеление не побеспокоит вас». Это правда. «Мы не верим во всё это исцеление в нашей церкви». Хорошо, тогда исцеление не побеспокоит вас. Ты слышал, как люди постоянно говорили мне, «Когда я только принял спасение, я искал исполнение Духом Святым». Теперь я понимаю это. И, конечно же, это молитва на иных языках. Я думал, всё, что я знаю, это английский язык и несколько французских слов. Я также знаю несколько ругательных слов по-испански и всё такое. Это было правда. Не буду лгать. И один человек сказал мне, «Эти языки от дьявола». Я посмотрел на него. Я не слышал этого в церкви. Я сказал, «Сынок, хочу тебе сказать кое-что. Ты смотришь на человека, который когда-то был грешником. Если говорить о самом величайшем грешнике, Богу Отцу пришлось бы сделать Иисусу переливание крови, потому что Ему не хватило бы крови, чтобы покрыть мои грехи. Таким я был грешником. Если бы языки были от дьявола, я бы уже узнал об этом много лет тому назад. Ты бы уже разговаривал Я бы уже разговаривал на них. Я бы узнал о них, говорю вам. На них говорили бы в тюрьму. Но это не так. Знаешь, где я нашёл их? В Доме Божьем от людей, которые были готовы молиться вместе со мной, верить вместе со мной. И всё, чего они хотели, это чтобы я принял мой молитвенный язык. А я пытался всё свести к интеллекту. Я пытался продумать, как же это сказать. Мне говорили, не говори по-английски, говори на языках. Я думал, я не умею разговаривать на другом языке, ничего не говоря. Как же мне это сделать? И я очень хорошо помню, был такой косоглазый проповедник. Сейчас он уже на небесах, его звали Уолос Ки. И скажу вам, этот человек был настолько косоглазый, я в жизни не видел такого косоглазого человека. Он посмотрел на меня, и у него был очень зычный голос. Ты бы хотел принять Духа Святого с силой? И я спросил, вы смотрите на меня? Потому что он смотрел вот так. Я не хотел смеяться с него, я сказал, да, сэр. И знаешь, о чём я думал? Я уже пробовал это раньше, и ничего не сработало. И знаете, что произошло? Он возложил на меня руку. Когда он это сделал, я тоже положил свою руку, потому что я подумал, что он испортит мне прическу. Он положил на меня свою руку, и мой разум стал бесплодным. А мои уста наполнились славными вещами. И ты знаешь, сегодня я почти не могу молиться на английском, не переходя на языки. Да, особенно, когда Писание так чётко говорит о том, что языки помогают черпать мудрость Божию из вашего духа, из источника познания. Когда вы говорите эти слова на иных языках, вот почему дьявол так боролся с этим. Он борется с молитвой на иных языках, потому что это имеет в себе силу. Ты очень правильно сказал. Твой разум стал бесплодным. И об этом говорится в 15 главе первого послания к Оримфинам. Я не понимаю этого своим разумом. Я делаю это верой. Я молюсь на языках верой. Да. Об этом также говорится в 8 главе послания к римлянам. Это воздыхание неизреченное. Понимаете? То есть ты можешь просто сделать шаг в сторону и разум не будет вмешиваться. ведь вы решились возложить все на Духа Святого. Да, верно. Вот что происходит. Конечно. Да. Да. И когда вы делаете это, когда вы молитесь таким образом, вы не можете испортить свою молитву неверию. Потому что она не исходит от вас. Это исходит от Бога. Она исходит из вашего Духа, а ваш Дух соединен с Богом, потому что Он полностью в этом. Когда вы родились свыше, Бог вошел в вас. Да. Но затем вам нужно принять полноту Духа Святого. Я понимаю. Понимаете? Иисус родился от Духа, конечно же. Но Он вошел для крещения в реку Иордан. Когда пришло Его время войти в служение, Он был крещен в Духе Святом. Я спрашивал Господа. Я говорил, почему мне так тяжело молиться на английском? Он ответил, потому что ты полон. Понимаете, когда вы полны, вот здесь у вас Дух Святой, и вы просто начинаете молиться. И совсем недавно я проснулся, и не могу сказать это по-другому, но я не чувствовал себя хорошо. Я не был болен, просто не очень хорошо чувствовал себя. И я сказал, мне нужно себя укрепить. Но я не пошел за гантелями. Я поднял свои руки, я был у себя дома. Я начал молиться в Духе Святом. И это было как волна силы. Я подумал, вот это да. И Господь сказал, «Моя сила никогда не иссякает». Никогда. Каждый раз, когда ты хочешь подсоединиться к этому источнику, ты можешь это сделать. Помнишь, в ранние дни пробуждения Пятидесятницы? Я представляю себе это. «О, пошли силу!» «О, Господь, пошли силу!» Да. Мы ходатайствуем об излиянии Духа Божьего. Сейчас, конечно же, мы не говорим «пошли силу». Вот в чем разница. Верно. Когда-то я делал это. Я молился так. «О, Боже, пошли силу!» И Бог остановил эту молитву. Я сразу же мог услышать Господа. Бог сказал, «Где я возьму силу?» «Что?» Да. «Где я ее возьму?» Я спросил Господь, «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Да. И Бог сказал, «Где же я возьму силу?» А ведь я молился, «Пошли больше силы!» «Дай мне больше силы!» «Мы нуждаемся в большей силе!» И Бог сказал, «Кеннет, выше меня никого нет!» Да. Я не могу сказать, «Пожалуйста, пошлите к Кеннету чуть больше силы!» Бог сказал, «Я уже весь в тебе!» «Вся небесная сила уже в тебе!» Понимаете? Это третья глава послания Кефисиана. Он может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем, согласно силе, которая действует в нас. И он записал это в этом документе. Наше время снова подошло к концу. Не знаю, куда оно уходит. Некоторые из вас принимают крещение в Духе Святом прямо сейчас. Наслаждайтесь этим. Слава Богу! Не позвольте дьяволу убедить вас, что вы получили что-то не то. Просто рассмейтесь дьяволу в лицо. Конечно. Знаете, мы рассматриваем тему круиз-контроля, врага возрастания и преумножения. И мы рассмотрели некоторые сферы. И я почувствовал в своем Духе, когда ты молился. Знаете, последние две недели мы рассказывали много историй. И я почувствовал в своем Духе, и я услышал, как кто-то говорит. Я бы тоже хотел, чтобы со мной произошли подобные истории. Знаете, почему у вас нет подобной истории? И это не хвастовство. Все потому, что мы отказываемся оставаться на автопилоте. Мы не довольствуемся отсутствием прогресса. Мы постоянно возрастаем в меру полного возраста Христова. Я стремлюсь к цели, к почести. И я слышал, как некоторые люди говорят, «У вас у всех такие прекрасные и интересные истории». Это потому, что мы постоянно простираемся вперед. И я говорю людям, знаете, много людей хотят прийти к подножию креста. Брат Копланд, «А я лезу на крест». Я хочу залезть на крест и видеть то, что видит Иисус. Я хочу увидеть эти распростертые руки и сказать, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Понимаете, большинство людей находятся у подножия креста. И это чудесно. Поймите меня правильно. Но вам нужно взобраться на этот крест, на ту высоту, на которой находится Иисус, чтобы вы могли видеть. И когда он обернулся, он сказал вору, находящемуся рядом с ним, «Сегодня же будешь со мною в раю». Он смотрит на вас и говорит, «Придите ко мне. Вам нужно всего лишь прийти». И перед тем, как приехать сюда, мы говорили, «Я хочу прочитать второе послание к Тимофею, третья глава, шестнадцатая и семнадцатая стихи». Вот что здесь сказано. Все Писание Богодухновенно. Если вы хотите быть вдохновленным Богом, это приходит через Писание. И обратите внимание, для чего оно предназначено. Оно полезно. Мне нравится это слово «полезно». Видите, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Обратите внимание на восемнадцатый стих. «Да будет совершен Божий человек» или «зрелый, ко всякому доброму делу приготовлен». Вы не принимайте возрастание и приумножение, пока вы не подготовлены основательно. Дом не в лучшем состоянии, если он не обставлен основательно. Каждая комната должна быть хорошо обставлена, понимаете меня? Прошлую ночь я провел в твоем доме, и я не вошел в комнату, которая была не убрана. Она была тщательно обставлена. И смотрите, это подчеркивает не только красоту дома, но также подчеркивает стиль Глории. Не правда ли? Это ее зеркало, это ее образ, образ тебя. Понимаете о чем я? Когда вы переключаетесь на автопилот, он является врагом возрастания, и неожиданно ваше возрастание начинает уменьшаться. Видите? И когда оно начинает уменьшаться, тогда у вас никогда не будет таких историй, какие мы рассказываем здесь. У вас не будет таких исцелений, о которых мы говорим здесь. И я говорю это не с гордостью. У вас не будет таких служений, которые видели мы. И причина в том, что мы хотим, когда мне кажется, что я в совершенстве знаю Писание, я говорю, Господь, я только лишь коснулся поверхности. Был один проповедник, Сеймур, его фамилия Сеймур, каким он был чудесным человеком. И я услышал, как он сказал так, позвольте вам сказать. Кто-то брал у него интервью на тебе, и его спросили, брат, наверное, вы бы могли сказать, что проповедовали всю Библию. И он искренне рассмеялся. Он сказал, я даже не успел выйти за первую главу книги бытия. Никогда этого не забуду. Он сказал, что вы делаете, когда вы разочарованы и в депрессии, когда люди не хотят, чтобы вы проповедовали и были пастором. Скажу вам одну вещь. Послушайте, если вас прогоняют из города, смело встаньте перед ними, и пусть они подумают, что это парад, а вы в его главе. Я не забыл этого предложения. В чём было дело? Он был тщательно подготовлен. Теперь он на небесах. Вот о чём я говорю. Можно мне ненадолго затронуть финансы. Всегда. У вас должно быть больше денег, чем вам нужно. Это отвечает Писание. Всегда. Не иногда. Это не выстрел на угар. Да. Всякий достаток. Во всём. Однажды один человек сказал, нам не нравятся такие люди, как вы, Кеннет Коплэн, Джерри Савел, Джесси Ду Плентис. Вы постоянно забираете все деньги. Нет, это неправда. Видите ли, это действие страха. Бог сказал, что вы можете быть благословением для всех дел. Для всех. Во втором послании к Римфинам, 9 глава. На всякое доброе дело. Для всякого доброго дела. И он сказал, ну да, но я не могу давать каждому. Нет, можете, если именно этого хочет от вас Бог. Если вы чувствуете, что Господь сказал так, нет ничего, что вы не могли бы поддержать, если вы готовы понять это и стать тем, кого я называю тщательно подготовленным. «Облекитесь во все оружие Божье». И там не сказано в какую-то его часть. Не правда ли? Знаешь, я слушаю, как ты проповедуешь уже много лет. И ты говоришь, Бог сказал, шлем спасения. Это была старая запись. Ты сказал, а у некоторых из вас на голове всего лишь кепочка. Понимаете, у вас нет шлема, у вас кепочка. Поэтому дьявол и знает, кто вы, и у вас нет шлема, который закрывал бы все ваше лицо. Где ваш меч духовный? Ну, я не знаю. Понимаете, если наступит бой, как вы собираетесь бороться? Ваш враг не оставляет где-то свое оружие. Он хранит его при себе. Я осознал, я принял решение, что если я собираюсь возрастать духовно, физически и финансово, я не должен довольствоваться отсутствием прогресса. Брат Коплан, я говорю так, я скажу это по телевидению, если Иисус умедлит, и я пойду дорогой всякой плоти, я получу откровение в тот день, когда попаду на небеса. Но пока я здесь, мне нужно столько всего совершить. Он очень приятен. Да. Однажды это меня сильно удивило. Я слышал, как Брат Хейген сказал, все, что происходило с апостолом Павлом, происходило не потому, что он был апостолом. И знаете, я вот подумал, погодите-ка, это же апостольское помазание, это же просто вершина всего. Верно. Но Брат Хейген затем закончил свое утверждение. Да, это важно. Брат Хейген сказал, все это происходило с апостолом Павлом, потому что он был верующим. Слава Богу. Он был послушным. Иисус сказал, си знамения будут сопровождать тех, кто уверовал. Да. И евангелист Филипп был послушен Богу. Он до этого был диаконом в церкви. Да. Бог повысил его до евангелиста. Да. Удивительно. Он был послушным. Да. Он простирался кому-то. Я вспоминаю историю, которая произошла со мной и с Джерри Савеллом на одном из мотоциклетных ралли Игл Маунтин. Я хочу показать вам, что сделал этот человек. Вот этот человек. Там собралось 50 тысяч человек. Они приехали на мотоциклах, с палатками. Это место. Огромное море людей. И я стою рядом с Джерри Савеллом. Брат Копланд выходит на сцену, чтобы открыть конференцию. И вы понимаете, у служения Кеннета Копланда множество оборудования. Повсюду. Я имею в виду оборудование, которое необходимо, чтобы проводить такие служения. Джерри наклонился ко мне и сказал, «Знаешь, когда я начинал работать с братом Кеннетом, всё оборудование можно было загрузить в багажник одного пикапа». И Джерри был водителем этой машины, кстати. Я подумал, «Знаешь почему?» «Всё это оборудование, которое необходимо для исполнения работы служения, оно пришло потому, что ты не соглашался на отсутствие прогресса. Ты не стал тем, кого я называю удовлетворённым. Ты до сих пор не довольствуешься этими знаниями, которые Бог дал тебе. Ты постоянно растёшь всё время». Однако мы должны предостерегать себя от этого. Это правда. Потому что, когда вы начинаете, вы готовы на всё. У меня не было и десяти центов. Верно. И ты веришь Богу даже о пище, о еде на столе. Мы были в таком состоянии. И потом, когда приходит поток, ты хочешь немного расслабиться, приостановиться, отдохнуть, и потом ты снова хочешь немного отдохнуть. И вот что я заметил. Это на 180 градусов противоположно тому, что должно быть. Понимаешь, люди надеются, что Бог не будет говорить им делать то, что они не могут сделать своими силами. А это опасное состояние. Бог говорит вам сделать то, что вы не можете сделать. Не потому, что Он хочет быть жестоким к вам. Нет, на самом деле, Бог даже не хочет, чтобы вы это делали. Он собирается дать вам свою благодать для того, чтобы вы делали это. Всё, что Ему нужно, это лишь, чтобы вы согласились. Я говорил об этом на прошлой неделе и рассказывал о том, как Бог сказал мне посеять служение брата Хегина 50 тысяч долларов. Лично у меня никогда не было 50 тысяч долларов, но я просто был послушен Богу. И я просто начал с какой-то мелочи, которая у меня была. И как только кто-то мне что-то давал, я отсылал это всё в служение брата Хегина. Я даже не считал это. Не прошло много времени, и я связался со служением брата Хегина, и я подумал, возможно, мы дали половину суммы. Но на самом деле, мы намного превысили всю сумму. И я осознал, когда начал молиться об этом и размышлять, что Бог давал умножение по мере того, как я посылал брату Хегину эти деньги. Знаете, это было сверхъестественное умножение, ведь я очень хорошо знаю, что у меня не было 50 тысяч мелочи в кармане на какие-то расходы. Но у Бога было. Бог умножил это, понимаете? И что это сделало для меня? О, Господь, скажи мне сделать ещё что-то. Я хочу, чтобы ты говорил мне сделать то, что я не могу сделать своими силами. Да. Потому что, когда ты, Господь, делаешь это, это соединяет меня с тобой, Господь, и мои границы расширяются. Это умножит всё, что мы делаем. Всякий раз, когда мы это делаем. А если вы движетесь на автопилоте, на круиз-контроле, вы как будто бы прячетесь на скамье запасных и не хотите, чтобы тренер позвал вас. Нет, 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 я не хочу этого делать. Как же вы собираетесь? Это, знаете, опасно. Очень опасно. Мой первый бухгалтер, никогда не забуду этого. Мой первый бухгалтер сказал мне, и это был последний случай, когда он работал на меня, когда я использовал его услуги. Он посмотрел на мои налоги и всё такое. И вот что он сказал. Знаешь, мы с радостью давали пожертвования, и мы должны выйти на тот уровень, когда мы даже не знаем, сколько мы даём, потому что это происходит из вашего сердца, это от любви. И он сказал, брат Джесси, вы даёте слишком много пожертвований, это уже не выгодно для нас. Я посмотрел на него и сказал, «Не могу поверить тому, что я слышу». Нет, я не собираюсь верить этому. Я не буду этому верить. Он говорил это, исходя из налоговых таблиц и тому подобного. И после того, как он ушёл, я сказал, «Мы нанимаем другого бухгалтера». Да. Понимаете, что произошло? В чём он был заинтересован? Меня не интересовали налоговые изъятия. Я сеял семена. У него было мышление о налоговых изъятиях, а у меня мышление из семени. Вот в чём была разница. Я мог бы сказать… Да. Он представлял мирское правительство. Я мог бы сказать, «Знаешь, ты прав. Да, да, вот чем я рискую. Нам больше не надо так делать. Немного сбросим скорость». Ещё один проповедник, совсем недавно. Не могу не сказать этого. Это тебя шокирует. Я спросил, «Почему ты не едешь со мной на это собрание?» «Ну, наверное, они будут собирать пожертвования, не правда ли?» Я ответил, «Да». И мне просто не хватило слов. Уверяю вас. Мне не хватило слов. Он сказал, «Знаешь, я отдал свою жизнь служению». Я ответил, «Нет, это неправда». Если бы ты отдал свою жизнь, ты бы не сказал того, что ты только что произнёс. И это закрыло ему рот. Возможно, я потерял друга. Я бы даже не назвал его другом, он был моим знакомым, но он озаботился. Он не хотел ехать на это собрание, потому что там могут собирать пожертвования. Для меня это сложно осознать. У меня были такие ситуации, я говорю о служителях, когда они собираются в задней комнате. Я так восхищён этим собранием. Нет, это не был настоящий служитель. Да. Но у него были бумаги, подтверждающие, что он служитель. И я сказал, «Этот парень на автопилоте, и он прямиком направляется к аварии». Да. У него даже нет тормозов. И он даже об этом не подозревает. И когда он врежется, это будет серьёзная авария. И я не говорю об этом с критическим подходом, я просто говорю правду. Но я хочу быть тщательно подготовленным. В каждой сфере моей жизни, духовно, физически, финансово, я хочу выйти на тот уровень, на котором Джон Рокфеллер сказал. Его спросили, «Насколько вы богаты?» Он ответил, «Я не знаю». Потому что на самом деле вы не богаты, пока вы даже не уверены в том, сколько у вас денег. И он на самом деле не знал, сколько у него денег. Их было так много. Смотрите дальше. Знаете, что он делал прежде всего, когда приезжал в какой-то город? Он строил церковь. Он строил церковь и созидал общину. И он приносил десятину. Его мама? Да, он научился этому от мамы. Его мама научила. Это как раз подходит тому, о чём мы говорим. Он был в возрасте 50 или 60 лет и умирал от язвы желудка. Просто не мог есть. Всё, что он ел, это крекеры и молоко. Он страдал. И он на самом деле думал, что уже не проживёт долго. Если я правильно помню, он начал делать это тогда, лёжа в кровати. Он начал думать, «Всё то, что я ещё не успел, если я хочу что-то сделать, мне нужно сделать это сейчас. Я уже не проживу долго». И он подумал, «Единственное, чего я никогда не делал, так это не пробовал раздать всё, чем я владею». Мне кажется, это его утверждение. Я очень давно читал эту историю о его жизни. Но он принял решение. «Я всё раздам. Я дам это, чтобы помочь людям». И хотя он знал Господа, но он немного знал о Слове Божьем. Да, о Писании. Итак, он принял это решение и начал готовить всё к тому, чтобы раздать всё своё состояние. и в процессе этого он исцелился. Понимаете, он выздоровел. Помнишь этот марш десяти центовиков? Да. Я помню это, потому что я помню о полиамилите. Серьёзная ситуация. Серьёзное заболевание. Одна из моих подруг детства переболела полиамилитом. И знаете, очень-очень серьёзно. Однако это не важно. Но послушайте. Он принял решение. Мы победим эту болезнь. И он организовал марш десяти центовиков. Он был таким старым, что даже старики называли его стариком. Итак, продолжаем. Он был уже в пожилом возрасте. Джесси. Он выложил милю десяти центовиков на Пятая веню в Манхэттене. Одна монета в десять центов за другой. И так целую милю. Этот старик должен был умереть ещё четыре года тому назад. А тут он выложил целую милю монет по десять центов. И мы ещё детьми приносили десять центов в школу. И собирали их в небольшие консервные банки. Люди собирали десять центов во всем Соединённым Штатам. И таким образом собрали огромную сумму денег. Да. Он хотел быть благословением. Он хотел благословлять людей. Видите? Его потомки до сих пор пытаются потратить его деньги. Да. И не могут. И не могут. И я говорю о его потомках. Ты знаешь, когда он умер? Мне кажется, он родился в 1830 или 40 годах. Где-то так. Подумайте только. Мне нравится эта идея Марша, о котором ты вспомнил. Он показал всем, что каждый может сделать что-то. Понимаете? Каждый может что-то сделать. Каждый мальчик или девочка хотели иметь десять центов. Они могут что-то сделать. И знаешь, много людей говорят, ну я не получаю этого, потому что я не могу получить то, что получаете вы. Но вы и не должны давать то, что даю я. Вы даете то, что Бог говорит вам давать. Вот в чем вопрос. И знаете, Бог сказал, если вы подадите чашку холодной воды в Мое имя, я знал одного человека в Западной Вирджинии в 1979 году. Я проповедовал там на фестивале Иисуса. Я выступал там вечером, а Бенихин утром. Вы готовы услышать это? У меня было 50 долларов. И тогда, в то время, для меня это была большая сумма. Я только начинал служение. 1978 год был вторым годом моего служения. И так у меня было 50 долларов, чтобы я мог перекусить. Понимаешь? Я ушел в ресторан и увидел одного человека. Его звали Дэн. И Дэн живет до сих пор. В то время я его не знал. Я купил себе гамбургер. Он стоил тогда приблизительно два или три доллара. Господь сказал мне, отдай ему все свои деньги. Отдай ему все, что у тебя осталось. Я отдал чаевые и сказал, «Сэр, Господь сказал мне отдать вам эти деньги». Никто еще не знал тебя тогда. Да, никто меня не знал. То есть они не могли отличить тебя от другого. Полный ноль. Я думал, как же я буду есть следующие три дня? Мы были со стороны горы, западной Вирджинии. И я вышел оттуда. Единственная пища, которую там можно было приобрести, это ленивые пирожки и сэндвич. Короче говоря, у меня не было ничего. Я сказал, что ж, я буду поститься. И нас спросили, хотим ли мы стоять в небольших киосках, чтобы люди могли проходить мимо и здороваться с нами? Мы так и сделали. Кеннет, все эти дни никто этого не видел. Я приходил в свой киоск, дамы и господа, там все ели эти сэндвичи. А у меня было жареное мясо, картофельное пюре и подлива и кока-кола со льдом. На улице было очень жарко. Я спрашивал, кто-то видел, кто положил мне это? А они отвечали, это для брата Джесси. И я так и не узнал. Все эти дни у меня была превосходная пища, но я так и не видел, кто приносил ее. Через восемь лет, когда я проповедовал в Западной Вирджинии, ко мне подошла пожилая женщина и спросила, «Вам понравилась моя стрепня?» Никогда не забуду этого. Я сразу же сказал, «Паркерсбург, Западная Вирджиния». А она ответила, «Когда я выглянула из своего киоска, Господь сказал мне, «Накорми этого молодого человека». Мне было тогда 29 лет. «Накорми этого молодого человека». И когда я думаю об этом, мое сердце тает. Но она так и не сказала мне об этом. Только через восемь лет, когда я начал выпускать проповеди на кассетах, я вернулся туда, и я стоял там, а она проходила мимо со своим мужем, «Вам понравилась моя стрепня?» Я сначала переспросил, «Ваша стрепня?» И сразу же выпалил, «Паркерсбург, Западная Вирджиния». И когда Господь сказал мне, «Я же говорил тебе, что позабочусь о тебе». Я подумал, «Да». «Ну и как ваши дела?» Она ответила, «Начиная с того дня, мы все время приумножались». И это благодаря тому, что я накормила молодого человека. Никогда этого не забуду. Думаю, они уже, наверное, на небесах. Это было много лет назад, в 1979 году. И знаете, я мог бы довольствоваться отсутствием прогресса и сказать, «Ну, буду оставаться на автопилоте». Или вообще бы даже не прислушаться. «Вообще». Но знаете что? Я сделал шаг Вера, и она сделала шаг Вера. И я говорю это только по одной причине. Я увидел окончательный результат только через 8 лет. Да. Понимаете? Итак, Бог все записывает. Мне это понравилось. Да. И Бог все записывает. Он самый лучший бухгалтер, которого вы только могли видеть в своей жизни. Я помню, однажды я дал одному парню 20 долларов. Мы с Джерри как раз выходили из ресторана. Господь сказал мне дать ему эти деньги. Я дал ему 20 долларов и пошел дальше. Через много лет, не помню, через сколько лет, прошло достаточно лет, один человек благословил меня особенным образом. И я подумал, «Боже мой, это же чудесно». Это не была очень большая сумма, но это было больше, чем я ожидал. Верно. И люди сделали это, чтобы благословить меня. Я сказал, «Господь, я такой благословленный». И он ответил, «Кеннет, все эти вещи соединяются духовной тканью, духовными нитями ткани тела Христа и Царства Божьего». И он напомнил мне о том молодом человеке, которому я тогда давно вручил 20 долларов. Он сказал, «Если бы ты не сделал этого, я бы не смог сделать вот это». То есть все было взаимосвязано. И та женщина в твоем случае, которая была послушна Богу 8 лет до этого случая, это соединило ее с теми благословениями, которые Бог запланировал для нее. И в обоих случаях люди достигали успеха. Когда я в конце концов встретил ее, я захотел, чтобы она была моей бабушкой. И вообще-то мне нелегко заплакать, но слезы выступили на моих глазах тот день. Сегодня день пожертвований. Пятница на передаче «Победоносный голос верующего» всегда является днем пожертвований. Я только что открыл шестую главу послания Галатам, которую Господь сказал нам использовать много лет тому назад, когда мы будем собирать пожертвования, если не будет от него других указаний. И сегодня он как раз дал мне другое указание. Как только я открыл это местописание, во время перерыва брат Джесси рассказывал о том, что произошло с ним. Я быстро перескажу вам эту историю, потому что это важная история. Один человек был послушен Богу, не зная, что он спасает служение, которое будет распространяться по всему миру. У того человека не было никакого представления. Никакого. И это могло бы быть концом твоей жизни в служении, Джесси. Я расскажу вам эту историю очень быстро. Я проповедовал целую неделю, и на каждом служении собирали пожертвования. В конце этой конференции мне дали бутылку газировки, пожали руку и сказали, «Не кормили его целую неделю». Понимаете, я не ел целую неделю. У меня не было ничего. И мне сказали, «Ты должен научиться терпеть лишения, как добрый воин Иисуса Христа». У меня закончился бензин, когда я приехал туда. Я ушёл, ничего не сказал. Я не ел пять. Сейчас скажу, с воскресенья по пятницу. Вообще не ел. Короче говоря, у меня закончился бензин как раз перед магазином 7-11. Я дотолкал машину прямо к колонке, вошёл в магазин, и продавец выбрасывал нераскрывшиеся зёрна кукурузы от попкорна. «Да, из аппарата для попкорна». И я спросил, «Из аппарата для попкорна?» «Можно мне?» «Я был голоден, Кеннет. Я был голоден». Он ответил, «Да, если хотите». Я сказал, «Да». Я обыграл это всё в виде шутки. Я сказал, «Я люблю, когда они хорошо поджарены». Но на самом деле я просто был голоден. И он отдал их мне. Я вышел из магазина, я хотел быстро оттолкнуть машину в сторону. Тут подъезжает мужчина на пикапе и говорит, «Проезжайте, заправляйте свою машину, молодой человек». Мне было 29 лет. Это было в 1970. Неважно. Короче говоря, мне было неудобно. Я не хотел говорить ему, что у меня нет денег. Я сказал, «Да нет же, вы проезжаете, вы заправьте свою машину». И человек, который работал в магазине, вышел и сказал, «Молодой человек, у меня есть ещё попкорн». Он раскрылся, но его немного. «Хотите?» Я ответил, «Да». Этот человек посмотрел на меня и спросил, «Вы проповедник?» Я ответил, «Да». Он спросил, «А где вы проповедовали?» Я ответил, «В городе, на конференции пробуждения». Он сказал, «Я живу там. Моя жена говорила мне пойти в эту церковь. У вас есть деньги?» Я ничего не хотел отвечать. Он продолжил, «Вам не дали пожертвования?» Он очень разозлился. Я сокращу эту историю. Он разозлился и начал ругаться. Я не знал, что делать. «А что вы будете делать в таком случае?» Он сказал, «Молодой человек, мне непросто об этом рассказывать, понимаете? «Каждый раз я проживаю это заново». Он сказал, «Вставляйте сопло в бак и наполняйте его до отказа. А после этого идите в магазин и возьмите себе сэндвич и всё, что нужно». В те дни вы могли есть пищу с холестерином, понимаете? Это считалось нормальным. Я съел копчёную сосиску, сыр, белый хлеб, целую буханку. Копчёную сосиску, сыр. Я вышел, и он сказал, «Никогда не сдавайтесь. Вы проповедник. Никогда не сдавайтесь». Я никогда не думал об этом. Но ты только что сказал, «Он спас моё служение». И он наполнил мой бак на 200 долларов. Я ехал домой с полным баком бензина, сосисками, сыром. У меня на лице были остатки слёз, копчёных сосисок, сыра. Никогда этого не забуду, пока живу. Я так и не выпил ту газировку. Я слишком тяжело работал на неё. Эта газировка хранится у меня до сих пор. В моём офисе. Отец, открывай нам всем Твой план, Твоё слово, Твои цели. И открывай людям их роль в сегодняшнем пожертвовании. Мы принимаем его, и мы высвобождаем помазание и умножение. Да, Господь. И мы благодарим Тебя за то, что послушание больше жертвы, как сказал об этом Иисус. И мы прославляем Тебя за это. Во имя Иисуса. Да, Господь. Аминь. Мы прославляем Бога за ваше послушание Богу. И мы благословляем вас. Во имя Иисуса. Иисус. Господь.